Раздел 33. Корнелий Непот. Заметки. 3 октября. Приехала царица Египта. В осте ее встречала делегация от города и сената, но она отказалась сойти на берег, потому что среди приветственных вымпелов не было знаков достоинства диктатора. Об этом было доложено Цезарю, и он спешно отправил Азине Аполлиона в порт со своими трофеями. Тогда она, проведя в дороге всю ночь, прибыла в Рим. Царица никого не принимает и, по слухам, нездорова, однако же она разослала тридцати высокопоставленным лицам роскошные подарки. 5 октября. Сегодня царицу принимали на Капитолии. Пышность ее свита превосходит все нами виденное. Издали она мне показалась очень красивой. Алина, его жена, могла ее разглядеть получше. По-видимому, она сидела среди девственниц Весты и, как истая женщина, уверяет, будто она решительно нехороша собой. Щеки у нее такие пухлые, что ее прозвали мордастой. Ходят сплетни, будто у нее с диктатором произошла яростная стычка из-за ее одеяния. Египетские царицы, видимо, отождествляя себя с богиней Зидой, в парадных случаях ничем не прикрываются выше пояса. Цезарь настоял на том, чтобы она прикрыла грудь согласно римскому обычаю, и она подчинилась, правда, лишь самую малость. Она произнесла краткую речь на ломаном латинском языке и более длинную по-египетски. Диктатор отвечал ей как по-египетски, так и по-латыни. Приметы во время жертвоприношения были в высшей степени благоприятными. Раздел 33-й А. Цицерон из Рима. Своему брату. 8 октября. Царица Египта, друг мой. Магические слова для всех, кроме меня. Я несколько лет переписывался с этой царицей и оказывал бесчисленные услуги ее казначейству. Можно было ожидать, что ей известны мои склонности, мой характер и услуги, оказанные нашей республике. Приехав, она разослала роскошные подарки всей чиновной мелкоте, такие, какие преподносят друг другу только цари. Мне она тоже послала подарок. На эти деньги можно было бы целый год кормить Сицилию. Но что мне делать с усыпанными драгоценностями венцами и с изумрудными кошками? Клянусь бессмертными богами, я дал понять этому тупице Аммонию, ее управителю, что я не пьяный актер и не из тех, кто ценит подарки по их стоимости, а не по их уместности. Неужели в Александрийской библиотеке не нашлось какой-нибудь рукописи? — спросил я у него. Чары-царицы при ближайшем рассмотрении рассеиваются. Я верю в теорию, что каждый из нас всю жизнь пребывает в одном возрасте, которому нас тянет, как железные опилки к магниту. Марк Антоний так навсегда и остался шестнадцатилетним, и несоответствие этого возраста его теперешнему с каждым годом представляет все более грустное зрелище. Мой добрый друг Брут в двенадцать лет уже был рассудочным, осмотрительным пятидесятилетним мужем. Цезарю всегда сорок, этот двуликий Янус смотрит то в молодость, то в старость. По этой теории Клеопатрия, несмотря на ее молодость, не меньше сорока пяти, и поэтому на ее юные прелести смотреть как-то неловко. Она тучна, как бывают тучны матери восьмерых детей. Многие восхищаются ее походкой и статью, но только не я. Ей двадцать четыре года, а ходит она, как женщина, которая мечтает, чтобы ей дали не больше двадцати четырех. Надо быть очень наблюдательным, чтобы все это заметить. Ее сан, великолепие одеяний и два выдающихся достоинства, прекрасные глаза и пленительный голос покоряют неосторожных. Раздел 34. Письмо и вопросник Клеопатры Цезарю. 9 октября. «Мой дядье, 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 твоя крокодилица и очень несчастлива, счастлива и очень счастлива несчастна. Счастлива от того, что увидит своего дядье двенадцатого ночью и пробудет с ним всю ночь, а несчастлива от того, что до двенадцатого еще целая вечность. Когда со мной нет моего дядье, я сижу и плачу. Я рву на себе одежду, не понимаю, зачем я здесь, почему не в Египте, что я делаю в этом Риме. Все меня ненавидят, все шлют мне письма, где желают мне смерти. Неужели мой дядье не может прийти до двенадцатого? Ах, дядье, жизнь коротка, любовь коротка. Почему мы не видим друг друга? Другие же весь день и всю ночь видят моего дядье. Разве они любят его больше, чем я? Разве он любит их больше, чем любит меня? Ничего, ничего нет на свете, что я любила бы больше моего дядье. Моего дядье, когда он у меня в объятиях. Моего дядье, счастливого-присчастливого в моих объятиях. Разлука — это жестокость. Разлука — расточительство. Разлука — бессмыслица. Но раз дядье не хочет, я плачу. Я не понимаю, но плачу и жду двенадцатого. А письма я должна писать ему каждый день. И ты, мой дядье, пиши мне письма каждый день. В тот день, когда я не получаю от тебя настоящего письма, я всю ночь не сплю. Правда, я ежедневно получаю твои подарки с коротенькими записочками при них. Я их целую, я прижимаю их к себе. Но когда вместе с подарками я не получаю настоящего письма, я не могу их любить. Я должна писать своему дядье каждый день и повторять ему, что люблю его одного и думаю только о нем. Но к тому же мне надо задать ему кое-какие маленькие скучные вопросы. Ответ на них — я, твоя почетная гостья, должна знать, чтобы быть достойной твоего покровительства. Не сердись на свою крокодядье за эти мелкие надоедливые вопросы. Первый. На моем приеме я схожу на самую нижнюю ступеньку трона, чтобы приветствовать жену моего дядье. Спускаться ли мне также на нижнюю ступеньку, встречая тетку дядье? Как мне приветствовать консулов и их жен? Ответ Цезаря. До сих пор все царицы спускались на нижнюю ступеньку. Я намерен это изменить. Моя жена и тетка придут со мной. Ты встретишь нас у арки. Твой трон будет поднят не на восемь ступеней, а на одну. Всех прочих гостей ты будешь приветствовать стоя у трона. Может показаться, что такой распорядок лишит тебя почетного возвышения. Но какой же тут почет, если с него надо спускаться, а тебе придется спускаться, встречая консулов. Они ведь у нас высшая власть, или, вернее, были ею. Подумай, и ты поймешь, что дядье прав. Второй. Госпожа Сервилия не ответила на мое приглашение. Ты сам понимаешь, я этого не потерплю. Я знаю способ, как заставить ее явиться и намеренно пустить его в ход. Ответ Цезаря. Не понимаю, о чем речь. Госпожа Сервилия будет на приеме. Третий. Если ночь будет холодная, я не смогу ни на шаг отойти от жаровин с углями. Не то я замерзну насмерть. Но где взять столько жаровин для гостей на время водяной феерии? Ответ Цезаря. Обеспечь жаровнями твоих придворных дам. Мы, италийцы, к холоду привыкли и одеваемся так, чтобы не замерзнуть. Четвертый. В Египте царские особы не принимают танцовщиц и людей театра. Мне сказали, что я должна пригласить актрису Кефериду. Ее принимают многие патриции. А твой ни то племянник, ни то двоюродный брат Марк Антоний никуда без нее не ходит. Надо ли мне ее приглашать? Но, в сущности, надо ли мне приглашать и его? Он каждый день приходит сюда сам, и у него очень дерзкий взгляд. Я не привыкла к тому, чтобы надо мной смеялись. Ответ Цезаря. Да, надо не только пригласить ее, но и поближе с ней познакомиться. Она дочка колесника, но самые знатные аристократки могли бы у нее поучиться достоинству, обаянию и прекрасным манерам. Ты скоро поймешь, что меня в ней восхищает. К тому же я у нее в долгу. Ее многолетняя связь с моим родственником Марком Антонием сделала его моим другом. Мы, мужчины, в основном представляем собой то, во что превращаете нас вы, женщины. Да это касается не только мужчин, ибо мужчине не под силу переделать женщину, если она дурна. Марк Антоний был и навсегда останется лучшим атлетом, самым популярным атлетом провинциальной школы. Десять лет назад даже пятиминутный серьезный разговор доводил его до изнеможения, и он томился желанием поскорее поставить три стола себе на подбородок и пожонглировать ими. Даже воины отнимали лишь сотую долю его бездумной энергии. Рим жил в страхе перед его розыгрышами. Он, не задумываясь, мог подпалить целый квартал, спустить с причала все лодки и украсть одежду у всего Сената. Его шутки не были злыми, они были глупыми. Кеферида положила всему этому конец. Она ничего у него не отняла, а только перетасовала все его свойства. Я окружен такими реформаторами, которые могут обеспечить порядок только законами, подавляющими личность, лишив ее радости и напора. Их я ненавижу. Катон и Брут мечтают о государстве трудолюбивых мышей, а по бедности воображения обвиняют в этом и меня. Я был бы счастлив, если бы обо мне могли сказать, что я, как Кеферида, могу объездить коня, не погасив огня в его глазах и буйство в его крови. Ну, разве Кеферида не достойна награды? Он никуда без нее не ходит и правильно делает. Где он найдет лучшего спутника? Но пора кончать. Вот уже полчаса меня дожидается делегация от Лузи Тании. Хочет заявить протест против моей жестокости и несправедливости. Скажи Хармиане, чтобы сегодня ночью она все приготовила для приема гостя. Он войдет, переодетый стражником, через Александрийские ворота. Скажи Хармиане, что он придет ближе к рассвету, чем к закату, как только страсть поборет благоразумие. Пусть великая царица Египта, эта птица Феникс, спит спокойно, ее разбудят ласковой рукой. Да, жизнь коротка, разлука, безумие. Раздел 34-й А. Актриса Кеферида Избай. Цицерону на его вилле в Тускуле. Это письмо, написанное годом раньше, приведено для того, чтобы лучше осветить обстоятельства, затронутые в вопросе 4-м предыдущего письма. Госпожа Кеферида выражает глубокое почтение не только величайшему на свете адвокату и оратору, но и спасителю Римской Республики. Как вы знаете, диктатор приказал подготовить для опубликования сборник ваших остроумных высказываний. До меня дошла молва, что в сборник включен застольный разговор на обеде, данном года три назад в вашу честь, Марком Антонием. Кое-какие тогдашние мои замечания могут показаться неуважительными по отношению к диктатору. «Памятая о лесных отзывах, которыми вы так щедро меня удостаивали, умоляю изъять все выражения подобного характера, приписываемые мне. Во время гражданских войн я и правда иначе относилась к диктатору. Оба моих брата и мой муж боролись против него, и муж погиб в этой войне. С тех пор, однако, диктатор простил моих братьев, проявив присущее ему милотердие. Он дал им земли, произвел реформы в нашем объятом смутой государстве, завоевал наши сердца и нашу преданность. В будущем году я покидаю сцену. Мой уход на покой и моя старость будут отравлены сознанием того, что мои необдуманные слова передаются из уст в уста, а ведь такова судьба любого произведения, на котором стоит ваше прославленное имя. От этой беды вы один можете меня избавить. В знак моей признательности и восхищения прошу принять прилагаемую рукопись. Это пролог к девушке, потерпевшей кораблекрушение, написанной собственной рукой Менандра. Раздел 35. Цезарь Клодии. 10 октября. Нельзя винить женщину, если ее любят, а она не способна любить в ответ. Но при этом у женщины всегда найдутся способы усугубить или облегчить страдания своего поклонника. Я говорю о поэте Катулли, чей дар ценен для Рима не меньше, чем заслуги его правителей, и за чье спокойствие духа я тоже несу ответственность. Угроза, оружие которым легче всего пользоваться человеку у власти, я редко к нему прибегаю. Однако бывают случаи, когда власть имущие понимают, что ни убеждения, ни призывы к милосердию не изменят дурного поведения ребенка или злоумышленника. Когда угрозы не помогают, приходится прибегать к наказанию. Может быть, вам следовало бы на время покинуть город. Раздел 35а. Клодия Цезарю. Госпожа Клодия Пульхра не без удивления прочла письмо диктатора. Госпожа Клодия Пульхра просит диктатора разрешить ей остаться в Риме хотя бы до приема царицы египетской Клеопатры. Потом она удалится на свою загородную виллу и пробудет там до декабря. Раздел 36. Цезарь Клеопатрия. Отрывки из ежедневных писем. Вторая половина октября. По-египетски, но многие слова этого письма в настоящее время неизвестны, и их пришлось домыслить. Очевидно, это жаргон александрийских портовых кабаков, усвоенный Цезарем во время его кутежей в притонах, когда он несколько лет назад жил в Египте. «Скажи Хармиане, чтобы она поосторожнее развертывала мою посылочку. Я ее украл. Я ничего не крал с девятилетнего возраста, и теперь переживал все ощущения грабителей карманного вора. Видно, я твердо пошел по пути обмана и лицедейства, как и положено преступнику. Предполагается, что Цезарь стащил с туалетного стола жены флакон духов. Но чего только я не сделаю для великой царицы Египта. Я стал не только вором, я стал идиотом. Я могу думать только о ней. Я делаю промахи в работе. Я забываю имена, теряю бумаги. Секретари мои ошеломлены. Я слышу, как они перешептываются за моей спиной. Я заставляю ждать посетителей. Я откладываю дела, и все для того, чтобы вести долгие беседы с вечно живущей Изидой, с богиней, с ведьмой, которая лишила меня рассудка. Нет большего опьянения, чем вспоминать слова, которые тебе шептали ночью. Нет ничего на свете, что могло бы сравниться с египетской царицей. По-латыни. Где моя разумница дедья? Моя большая дедья, моя умница дедья. Почему она так неосторожна, так упряма, так жестока к себе и ко мне? Моя жемчужина, мой лотос, если наше римское тесто из пшеничной муки тебе вредно, почему ты его ешь? Все восточные люди не переносят этого теста. Его не переносил твой отец. Его не переносила царица Анеста. Мы, римляне, люди грубые. Мы можем есть все, что угодно. Я прошу тебя, я тебя умоляю, будь умницей. Я молюсь, чтобы ты не страдала, но я, я страдаю. Мой посланец будет ждать, пока Хармиана не пошлет мне весточку о тебе. О, звезда и феникс, будь осторожна, береги себя. Ты прогнала моего врача. Почему ты не дала ему себя осмотреть? Неужели тебе трудно было поговорить с ним хоть минуту? Ты уверяешь, будто вашей египетской медицине уже десять тысяч лет, а что мы, римляне, младенцы? Да-да. Но должен тебе сказать прямо, твои доктора уже десять тысяч лет занимаются чепухой. Подумай, подумай немножко о медицине. Доктора в большинстве своем шарлатаны. Чем старше врач и чем больше его почитают, тем ему больше приходится изображать, будто он знает все. Конечно, с возрастом они становятся только хуже. Ищи врача, которого лучшие врачи ненавидят. Или способного молодого врача, который еще не погряз во всякой чепухе. — Дейдье, пообещай, что ты покажешься моему Сосфену. Что мне делать? Береги себя. Я тебя люблю. Ах да, я повинуюсь царице Египта. Я делаю все, что она мне прикажет. У меня весь день была багровая макушка. Один посетитель за другим взирали на меня с ужасом, но никто не осмелился спросить, что со мной. Вот что значит быть диктатором. Никто не задает себе вопросов. Я мог бы проскакать на одной ножке отсюда до ости и обратно, и никто не решился бы и слово сказать. Наконец пришла служанка мыть пол. Она сказала, — О, божественный Цезарь, что у тебя с головой? — Матушка, — сказал я, — величайшая женщина на свете, самая прекрасная, самая мудрая, уверяет, будто от лысины можно избавиться, втирая в нее мазь из меда, ягод можжевельника и полыни. Она приказала мне мазаться этой мазью, а я ей подчиняюсь во всем. — Божественный Цезарь, — заметила она, — я не великая женщина, не прекрасная и не мудрая, но я знаю одно. У мужчин бывают либо мозги, либо волосы, но не бывает и того, и другого. Вы достаточно красивы и так, и если бессмертные боги наделили вас здравым смыслом, значит, они не пожелали, чтобы у вас были локоны. Я собираюсь произвести эту женщину в сенаторы. Никогда еще, великая царица, я не чувствовал себя таким беспомощным. Я бы отрекся от всей моей власти, если бы это помогло, но я не могу управлять погодой. Меня бесят эти холодные дожди, как вот уже много лет ничто не бесило. Я стал вроде крестьянина, мои песцы переглядываются с недоумением, а не видят, как я то и дело подхожу к дверям и смотрю на небо. Ночью я встаю и выхожу на балкон, проверяю, откуда дует ветер, ищу на небе звезды. С этим письмом я посылаю тебе еще одно меховое одеяло. Пожалуйста, укутывайся потеплее. Говорят, будто эти безжалостные дожди продлятся еще два дня, но зимой нередко выпадают солнечные дни. У моего друга есть вилла в Салерно, там не дуют северные ветры. В январе ты туда поедешь, а я к тебе присоединюсь. Потерпи, займись чем-нибудь. Пришли мне весточку. Раздел тридцать седьмой. Катул, Клодий. Двадцатого октября. Душа души моей. Когда я утром получил твою записку, я заплакал. Ты нас простила. Ты поняла, Клаудила, что мы не хотели, никак не хотели тебя обидеть. Я спрашиваю себя, что же я такого сказал, чем тебя рассердил. Но не будем больше об этом думать. Ты нас простила, все забыто. Но дивная Клаудила, несравненная Клаудила, приготовься нас снова простить. Мы ведь не знаем, когда и почему впадаем в немилость. Будь уверена отныне и вовеки, что мы никогда, слышишь, никогда намеренно не причиним тебе боль. И это заверение пребудет во все времена. Какой обидный смысл ты могла найти в... Но довольно все забыто. Однако, Клаудила, постарайся и ты не обижать меня. Вот ты сказала в его присутствии, Валерию еще ни разу не удалось написать стихотворение удачного с начала и до конца. Клаудила, разве ты не знаешь, что нет ничего страшнее для поэта? Несколько строк удается, остальные приходится выжимать из себя. Как, неужели я ни разу не написал цельного стихотворения? И сказать это при нем. Что касается приема у царицы, я, конечно, сделаю так, как ты хочешь. Мне не особенно хочется идти. Многие члены нашего клуба идут туда силком. Они просили меня написать на этот случай оду. Я уже набросал несколько строк, но получается не очень хорошо, и я с удовольствием брошу эту затею. Все, что я о ней слышу, заставляет думать, что она несносна, особенно бесстыдство ее одежды. Нет, я болен не был. Позже. Я уже собирался отправить письмо, но случайно узнал, что ты уезжаешь за город на несколько месяцев. Почему? Почему это правда? Убоги, это не может быть правдой. Ты бы мне сказала. Почему? Ты никогда не уезжала зимой. Что это значит? Прямо не знаю, что и думать. Ты никогда не уезжала зимой. Если это правда, Клаудила, Клаудила, ты и за мной пошлешь. Мы будем читать. Мы будем гулять у моря. Ты мне будешь показывать звезды. Никто еще не говорил о звездах так, как говоришь ты. Я всегда тебя боготворю, но в эти минуты ты настоящая богиня. Да, уезжай за город, моя блестающая звезда, мое сокровище, и дай мне побыть с тобой там. Но чем больше я об этом думаю, тем я несчастней. Что это значит? Я понимаю, что не должен ни о чем просить, не должен ни на что претендовать. Но такая любовь, как моя, должна высказаться. Иногда она должна даже закричать. Прекрасная и ужасная Клавдия, послушай меня хоть раз. Не уезжай из города. Ну, а если уж тебе надо уехать из города, поезжай одна. Я не смею снова просить, чтобы ты поехала со мной, но поезжай хотя бы одна. Да, я тебе признаюсь, я был болен. С тех пор, как люди узнали любовь, отвергнутые любовники всегда делали вид, будто они больны. Но я не притворялся. Ты хочешь меня убить? Это твоя цель? Я не хочу умирать. Клянусь тебе, я буду бороться за жизнь до последнего вздоха. Не знаю, долго ли я еще смогу это вынести. Что-то сильнее меня мне угрожает. Всю ночь оно прячется в углу моей комнаты, подглядывая за мной, пока я сплю. Я вдруг просыпаюсь, и мне чудится, что оно нависло над моим ложем. Говорю тебе заранее. Если ты поедешь с ним за город, я непременно умру. Ты ругаешь меня за слабость. Я не слабый. Я мог бы поднять твоего дружка в воздух, продержать его час, а потом без особого напряжения швырнуть о стену. Ты знаешь, я вовсе не слаб. И только могучая сила способна меня убить. Я не хочу, чтобы в словах моих слышался гнев. Если ты правда едешь на свою виллу, обещай, что будешь одна. А там, если не захочешь, чтобы я к тебе приехал, я подчинюсь твоей воле и уеду домой, на север, и буду там до тех пор, пока ты не вернешься в город. Напиши мне. И, ах, Клавдия, Клаудила, попроси меня что-нибудь сделать, но то, что в моих силах. Не проси меня забыть тебя или стать к тебе равнодушным. Не проси меня не думать о том, как ты проводишь время. Но если нам суждено быть в разлуке, поручи мне что-нибудь сделать, пусть это будет постоянной связью с тобой. Раздел 37-й А. Да, дорогой Гай, это правда. Я еду на свою виллу и еду одна, совершенно одна. Вернее говоря, только с Осигеном, моим астрономом. Жизнь в городе мне прискучила. Я буду часто тебе писать. Я буду думать о тебе с нежностью. Меня огорчает, что ты был болен. Мне кажется, что ты поступил бы разумно, если бы поехал домой. Я посылаю подарки для твоей матери и твоих сестер. Ты просишь дать тебе какое-нибудь задание. Что я могу поручить тебе, чего тебе уже не подсказал твой гений? Забудь все, что я когда-либо говорил о твоих стихах, и запомни. Только ты и Лукреций сделали Рим новой Грецией. Когда-то ты сказал, что сочинение трагедии не твое дело. В другой раз ты говорил, что мог бы написать Елену. Любые стихи, какие ты напишешь, доставят мне наслаждение. А если бы ты написал Елену, мы могли бы ее сыграть, когда я вернусь в город. Я поеду наутро после приема у царицы и вернусь за несколько дней до празднества. Таинств доброй богини. Береги свое здоровье. Не забывай свою волоокую. Раздел 38. Дневник в письмах Цезаря. Луцию Мамилю Турину на остров Капри. 1008. О том, что Клеопатра в восторге от каприйского вина. 1009. Извинения за задержку с отправкой письма. 10010. О любовной поэзии. Всех нас пронимают до души песни деревенского люда и рыночной площади. Бывало время, когда меня целыми днями мучила песня, услышанная из-за садовой ограды или спетая моими солдатами убивачного костра. Не говори «нет, нет, нет, маленькая дочь Белгов» или «скажи, Луна, где теперь моя Хлоя?» Но когда стихи сложены державной рукой, тут уж они не мучат, а клянусь Геркулесом, словно бы возвышают. Шаг вдвое шире и рост вдвое выше. Сегодня я с трудом сдерживался, чтобы не выпалить моим посетителям несколько строк. Нам теперь, слава бессмертным богам, нет нужды читать греческие стихи. Мы сочиняем в Риме свои песни. «Кажется мне тот богоравным или, коль сказать не грех, божества счастливей, кто сидит с тобой, постоянно может видеть и слышать сладостный твой смех». Перевод Ашеровым Это слова Катулла, написанные в более счастливые для него времена. «У меня есть подозрение, что сейчас он несчастнейший из смертных. Он запечатлел свой солнечный полдень в песне. Я сейчас тоже переживаю свой полдень. И поэт разжег для меня его сияние». Раздел тридцать девятый. Записка Клодии Марку Антонио. В конце октября. Сегодня был блестящий дворцовый прием. Перед нашествием иноземки пали древнейшие камни римской стены и сервилия, фульвия мансон, симпрония метелла. Ваше отсутствие было замечено. Ее величество удостоило вас несколькими милостивыми словами, но я ее уже знаю, и знаю эти слегка поджатые губы. «Скажите моей, дорогой, несравненной Кефириде, что царица о ней справлялась. Она сказала, что диктатор говорил о ней, несравненной, с большим восторгом». «После вашего ухода Нил вышел из берегов от плохо сдерживаемого гнева». Она проворчала мне, что в Египте есть такая поговорка «Все раны хвостуна у него на спине». Я стала возражать, и меня провели в будуар, где угостили пирожными. Я рассказала о вашей храбрости при Фарсале, о доблести в битве с Арестабулом. «Не сомневаюсь, что вы были не менее отважны и в Испании, но подробностей я не знала, поэтому изобрела сногсшибательный подвиг, который вы будто бы совершили возле Кордовы. Теперь он вошел в историю, а царица резко, чересчур резко переменила тему разговора». «27 октября. Все готово. Египет, несомненно, ваш, если вы поступите точно так, как я скажу, и тогда, когда я скажу. Все зависит от этого «тогда». Приезжайте на прием пораньше и поменьше обращайте на нее внимание. Хозяин крепости без сомнения отправится домой рано с женой и теткой. «Я приеду поздно и скажу, что вы хотите показать ей высочайший пример отваги, доселе невиданной в Риме, а потом стану ее уговаривать ни за что, ни за что на это не соглашаться. Но разве это не так? Разве это не будет высочайшим примером отваги, когда-либо виданным в Риме? Однако не забудьте своего обещания. Не смейте в нее влюбляться. Если я увижу хоть малейший признак этого, я откажусь вам помогать и расторгну наши пари. Разорвите эту записку, а лучше верните ее своему посланцу, чтобы я могла ее уничтожить». Раздел сороковой. Госпожа Юлия Марция, Луцию Мамилю Турину на остров Капри. С какой радостью, дорогой мальчик, я узнала, прочтя твое письмо, что могу тебе писать. И даже могу тебя навестить. Разреши мне приехать сразу после Нового года. Все мои мысли теперь заняты церемониями в честь доброй богини. Потом мне надо вернуться на ферму, привести в порядок счета за год и приглядеть за Сатурналиями в нашей горной деревне. А после этого я двинусь на юг. И с какой радостью! «Ты пишешь, что у тебя хватает времени на чтение длинных писем, а у меня его в избытке, чтобы такие письма писать. Но это письмо, надеюсь, не будет длинным. Я просто хотела подтвердить получение твоей весточки и рассказать о вчерашнем вечере, что тебе, по-моему, будет интересно. Ты уверяешь, будто у тебя есть источники, которые сообщают о событиях, происходящих в Риме, поэтому я ограничусь описанием того, что я наблюдала сама, и о чем ты вряд ли узнаешь от других. Вчера был прием, на котором царица Египта открыла свой дворец для римлян. Тебе, несомненно, расскажут о роскоши, обстановке, прудах, представлениях, играх, сутолоке, угощении, музыке. Я обрела нового друга, там, где меньше всего ожидала его найти. У царицы, может быть, и есть причина добиваться моего расположения, но, надеюсь, меня нелегко обмануть, и, по-моему, интерес друг к другу у нас не был притворным. Мы вызывали друг у друга обоюдное любопытство. Мы ведь такие разные. Этот контраст при малейшем недоверии может породить презрение и насмешку, а при малейшей доброжелательности — необыкновенно приятную дружбу. Я приехала на лодке с племянником и его женой. У ворот, копирующих филейские храмы Зиды на Ниле, нас приветствовала царица. Тибор стал совсем египетским и по-новому красив, как и царица. Кое-кто это отрицает, право же они ослеплены предубеждением. Кожа у нее цвета самого лучшего греческого мрамора и такая же гладкая, глаза карие, большие и очень живые. И они, ее низкий, богатый переливами голос, вселяют ничем не омраченное ощущение веселья, здоровья, счастья, ума и уверенности в себе. Наши римские красавицы были в изобилии, но я заметила, что Волумния и Ливия Долабелла и Клодия Пульхра держались натянуто, чувствовали себя неловко и словно не могли побороть раздражение. Царица, как мне объяснили, была одета богиней Зидой, драгоценности и вышивка на платье в синих и зеленых тонах. Она сперва провела нас по садам, давая объяснение главным образом Помпеи, которая, как ни обидно, словно оцепенела от страха и не знала, что отвечать. Царица очень проста в обращении, и все, кто с ней сталкивается, должны бы чувствовать себя непринужденно, как это было со мной. Она подвела нас к трону и представила нам вельмож и дам своего двора. Потом обернулась и стала приветствовать длинные ряды гостей, ожидавших своей очереди, пока она оказывала знаки внимания диктатору. Я собиралась пораньше вернуться домой и лечь спать, но задержалась со своими сверстницами, глазея на бесчисленные развлечения и пробуя необыкновенные лакомства, к ужасу симпронии Метеллы, уверявшей меня, что они отравлены. Вдруг я почувствовала, что меня взяли за руку. Это была царица. Она спросила, не хочу ли я с ней посидеть. Мы прошли в нечто вроде цветущей беседки, обогреваемой жаровнями. Царица посадила меня рядом на кушетку и, немного помолчав, с улыбкой заговорила. Благородная госпожа, у нас в стране есть обычаи, когда две женщины встречаются, они задают друг другу кое-какие вопросы. — Я счастлива попасть в Египет, великая царица, и следовать обычаям этой страны, — ответила я. — Мы спрашиваем друг у друга о детях и тяжело ли проходили роды. Тут мы обе разразились смехом. — Да, это не в римских обычаях, — сказала я, подумав о симпронии Метелле, — но мне такой вопрос кажется разумным. И я рассказала ей про моих детей, а она про своих. Она вынула из стоявшего рядом шкафчика прелестные портреты двух своих детей и показала мне. — Все остальное, — прошептала она, — словно мираж у нас в пустыне. — Я обожаю своих детей и хотела бы родить целую сотню. Ну что на свете сравниться с этой милой головкой, с этой милой душистой головкой? — Но я царица, — сказала она, глядя на меня глазами полными слез. Я должна путешествовать, я должна заниматься сотней других дел. — Есть у вас внуки? — спросила она. — Нет, ни одного. — Вы меня понимаете? — Да, Ваше Величество, понимаю. Мы сидели молча. Дорогой мальчик, такого разговора с нильской колдуньей я не ждала. Нас прервал племянник, который подвел Марка Антония и актрису Кефириду. Увидев, как мы сидим в слезах среди громкой музыки оркестров и пламени огромных факелов, они явно удивились. — Мы разговаривали о жизни и смерти, — сказала царица, поднимаясь и отирая рукой слезы. — Мой праздник от этого стал только веселее. Она как будто не заметила моего внучатого племянника и обратилась к Кефириде. — Милостивая госпожа, один большой знаток говорил мне, что никто так прекрасно не изъясняется по-латыни и по-гречески, как вы. — Письмо мое все равно получилось чересчур длинным. Я тебе напишу еще раз до нашей встречи. Твою последнюю просьбу я, конечно, выполню неукоснительно. Твое письмо и возможность поехать к тебе доставили мне большую радость. Раздел 41. Актриса Кефирида. Луцию Мамилю Турину на остров Капри. 28 октября. — Я с радостью предвкушаю, милый друг, поездку к вам в декабре. Мы будем болтать, читать, и я снова взберусь на все горы и спущусь во все бухты. Никакой голод и никакие бури меня не испугают. Вчера ночью произошло событие, которое делает эту поездку еще более желанной. Долгая и дорогая мне связь оборвалась. Пробил колокол. Музыка смолкла. Вы — единственный человек, который от меня об этом услышит. Вы столько слышали о том, как она развивалась, а теперь узнаете, и как она кончилась. Наша жизнь с Марком Антонием, продолжавшаяся пятнадцать лет, пришла к концу. Задолго до приезда египетской царицы Марк Антоний стал насмехаться над ее репутацией обворожительницы и проницательной женщины. Он хвастал, будто вывел из себя диктатора, сказав, что он не поддастся чарам Клеопатры, которыми она побеждает менее стойких людей. Мне как никому дано было наблюдать, с каким невиданным терпением относился диктатор к своему легкомысленному племяннику, хотя терпение его не раз подвергалось более тяжким испытаниям, чем то, о котором я рассказываю, но, правда, не более досадным. С тех пор, как царица приехала, Марк Антоний зачастил к ее двору, и мне сообщили, что он донимает ее своими шутливыми ухаживаниями. Царица, по-видимому, не отвечала на его дерзости, высокомерным кокетствам, что можно было бы от нее ожидать. Несколько раз в присутствии придворных она гневно одергивала его. По Риму пошли пересуды. Вчера мы отправились на ее пышный прием. Мой друг был в отличном расположении духа. По дороге я впервые заметила, что в его отзывах о ней сквозит искреннее восхищение и даже несвойственная ему восторженность. Я поняла, что еще сам того не сознавая, он поддался страсти. Когда я вас увижу, я опишу великолепие дворца и устроенных нам развлечений. Не знаю, как проходят подобные празднества в Александрии, но подозреваю, что царицу поразило, как дурно ведем себя мы, римляне, на больших сборищах. Женщины по обыкновению чинно сбивались в кучки, стояли или сидели отдельно от мужчин. Мужчины помоложе изрядно выпили, разбушевались и затеяли свои вечные состязания в силе и ловкости. Другого времяпрепровождения они не знают. Само собой разумеется, что Антоний был там заводилой. Они развелись сначала один, а потом и другой костер, и, построившись рядами, стали бегать на перегонки по садам и прыгать через костер. Я уже научилась не обращать внимания на эти опасные игры. Но все же заметила, что мой друг лазает по деревьям и прыгает с веток на крышу. Ему подражают те, кого он раззадорил. Несколько человек разбились, сломали себе шеи, ноги, но буйное пьяное пенье становилось только громче. Изысканные живые картины, предложенные нам царицей, смотрели несколько женщин да кучка стариков. К полуночи мужчины стали уставать от своих игр. Многие из пьянов завалились в кусты и заснули. Костры выгорали. При свете разноцветных факелов на острове была показана феерия, а в пруду плавали девушки. Диктатор набрел на меня во время этого зрелища и оказал мне честь, сев рядом со мной. Жене его вечер не понравился, и она настаивала, чтобы они поскорее вернулись домой. Теперь я знаю точно. Виной всему Клодия Пульхра, хотя для своих целей она воспользовалась материалом, который сам шел к ней в руки. Клодия, как и Марк Антоний, почти ежедневно бывала при дворе Клеопатры. Справедливо это или нет, но она стала считать себя главной наперстницей царицы в Риме. Мне случилось наблюдать появление Клодии на приеме. Она приехала поздно в сопровождении брата и маленькой группы кавалеров из Амелиева клуба для плавания и игры в шашки. Царица давно покинула свое место у трона и смешалась с толпой гостей. Большую часть вечера диктатор провел возле жены и оказывал царице только положенные по этикету почести. Но в эту минуту они шли рядом к главной аллее, возвращаясь после боя львов с тиграми, происходившего в загородке для диких зверей. Клодия увидела перед собой нечто ей недоступное — женщину, которой некому завидовать, и диктатора, помолодевшего лет на двадцать. Она услышала их счастливый смех, не таивший никакого зла. Я знаю Клодию много лет и могу себе представить, какую боль причинила ей эта сцена. Когда водяная феерия кончилась, Цезарь и его спутники стали искать царицу, чтобы с ней проститься. У пруда ее не было и во дворце тоже. Слева от аллеи воздвигли сцену, где в начале вечера разыгрывали музыкальную драму на сюжет из египетской истории, но теперь площадка была пуста и освещена лишь мерцанием факелов, горевших на парадном дворе по соседству. Я уже не помню, что заставило нас туда пойти. Декорация изображала поляну на берегу Нила, пальмовую рощу, кусты и заросли камыша. Короче говоря, мы захватили царицу врасплох. Она, негодуя, вырывалась из объятий очень пьяного и очень пылкого Марка Антония. В том, что она сопротивлялась, нет сомнений, но делать это можно по-разному. Всем было ясно, что ее сопротивление длится уже довольно долго, хотя убежать не составляло труда. В полуцьме трудно было различить, что там происходит. Однако приличия были соблюдены. В этот миг из-за сцены появилась прислужница царицы Хармиана и принесла жаровню, которая помогает Клеопатре переносить наш холодный климат. Царица выбронила Марка Антония за бестактность, диктатор выбронил его за пьянство. Происшествие, казалось, высмеяли и забыли. Однако они так и не объяснили, почему очутились вдвоем в этом уединенном месте. Кто-кто, а Марк Антоний от меня ничего не скрывает, и я поняла, что он сейчас испытывает те же чувства, какие испытывал пятнадцать лет назад ко мне и больше ни к кому, несмотря на все свои шалости. О том, что чувствует царица, я не знаю. Могу об этом судить лишь потому, как это отразилось на великом человеке со мной рядом. Ни один актер не сравнится с Цезарем. И только актер мог разгадать, что он поражен в самое сердце. Никто другой, по-моему, этого не заметил. Помпея отстала от нас и шла по дорожке сзади. Мы распрощались. В носилках Марк Антоний прижался ко мне. Он рыдал и без конца шептал мне на ухо мое имя. Более явного расставания быть не могло. Я знала, что рано или поздно этот час придет. Любовник превратится в сына. Не стану притворяться, что это далось мне легко, но и не стану преувеличивать своих страданий. Сама того не сознавая, я уже наполовину примирилась с неизбежным. Я приеду на Капри, еще больше ценя дружбу. Ту дружбу, которую я никогда не знала с Марком Антонием, потому что дружба расцветает там, где есть духовная близость. Ее утехи ни с чем не сравнимы. Но я женщина. И только перед вами, чья мудрость и терпение не имеют границ, могу я в последний раз посетовать на то, что дружба, даже ваша, всегда будет лишь на втором месте после утраченной мною любви. Она наполняла дни мои светом, а ночи — нестерпимой нежностью. Пятнадцать лет мне не надо было спрашивать себя, зачем человек живет и зачем страдает. Теперь мне надо привыкать жить без влюбленных глаз, из-за которых я провела свою жизнь, как во сне. Раздел 41А. Клеопатра Цезарю. Полночь, 27 октября. Дети, дети, поверь мне, поверь мне, что мне было делать? Он повел меня туда под предлогом, будто он с товарищами покажет мне какое-то невиданное состязание в отваге. Он был и пьян, и очень хитер. Я совершенно растеряна. Сама не знаю, как это могло случиться. Я убеждена, что эта тварь Клодия Пульхара тут как-то замешана. Она либо надоумила его на это, либо подзадорила его. Она подсказала ему, что надо делать. Я в этом уверена. Дедье, я не виновата. Я не засну, пока ты не пришлешь мне хоть словечко, что ты все понимаешь, что ты веришь мне и меня любишь. Я схожу с ума от ужаса и горя. Пошли мне, молю тебя, записочку с этим же посланным. Раздел 41-й Бэм. Цезарь Клеопатрия. Из дома Корнелия Непота, где посланный Клеопатрой, нашел Цезаря у Адра, больного Гая Валерия Катул. Спи, спи спокойно. Теперь ты усомнилась во мне. Я хорошо знаю моего племянника и сразу понял, что произошло, не сомневаясь в чуткости твоего дедья. Спи спокойно, Великая Царица. Книга Третья. Раздел 42-й. Верховный понтифик Цезарь, верховные жрицы коллегии девственных весталок. 9 августа. Достопочтимое девам. Это письмо никто не должен видеть, кроме вас. Прошлой весной госпожа Юлия Марция передала мне ценное замечание, которое вы обронили в беседе с ней. Она и не подозревает, как важны для меня были эти слова, и не знает, что я вам пишу. Она припомнила, как и вы сожалели о том, что в священных ритуалах нашей римской религии порой встречаются грубые подробности. Помню, что о том же сетовала моя мать, госпожа Аврелия Юлия. Вы, вероятно, не забыли, что в тот год, 61-й, когда я в прошлый раз был избран на пост Верховного понтифика и таинство доброй богини, происходили в моем доме. Ими руководила моя мать. Госпожа Аврелия была женщиной примерного благочестия и прекрасно знала религиозные обычаи Рима. В качестве Верховного понтифика я помогал ей в исполнении обрядов, однако можете не сомневаться, что мне было открыто не больше того, что положено знать человеку, занимающему этот высокий пост. Но она мне все же сказала, что глубоко сожалеет о кое-каких обрядах, сохранивших следы варварской грубости, которая, по ее словам, вовсе не усиливает их воздействие. Вы, может быть, также припомните, что в тот год, об этом мне было дозволено знать, она на свою ответственность заменила живых змей глиняными. Это новшество не встретило возражений и, если не ошибаюсь, принятые в наши дни. Я знаю, высокочтимая госпожа, что по обычаю девственным весталкам полагается покидать церемонию в полночь, то есть еще до заключительного обряда. Следовательно, я вправе предположить, что некие символические действия, происходящие позднее, оскорбительны для глубоко верующих и целомудренных дев. На протяжении своей жизни я не раз замечал чувство отвращения к ним у женщин в своей семье. Однако мне еще больше бросалась в глаза радость и глубокая вера, с какой они готовились к этим обрядам. Великий Майрий говорил об этих таинствах. Это столб, поддерживающий Рим. Я хотел бы, чтобы о них и обо всех наших римских обрядах можно было сказать, как Пиндар сказал об эллифсинских мистериях. Они хранят мир от распада и хаоса. Разрешите мне просить вас, благородная дева, проразмыслить над тем, к чему я привлек ваше внимание. Если вы сочтете нужным, пошлите это письмо госпоже Юлии Марции. Я считаю, что объединив ваши усилия, вы способны оказать эту выдающуюся услугу нашему народу в его насущных интересах. Конечно, не без страха и трепета решишься изменить хотя бы единое слово или жест в столь древних и полных святости обрядах. Однако я придерживаюсь мнения, что по закону жизни все растет и меняется, сбрасывает шелуху, предохраняющую зародыш, и принимает более прекрасные и благородные формы. Так повелели бессмертные боги. Раздел 42-й Ам. Цезарь госпожи Юлии Марции в ее имении на Альбанских холмах. 11 августа. Прилагаю письмо, которое я только что написал верховной жрице коллегии девственных весталок. Надеюсь, я точно выразил твою мысль. Надо ожидать, что любые новшества в этой области встретят большое сопротивление. Женщины, на горе нам и на радость, отчаянные консерваторы. Мужчины давно отказались от грубых ритуалов, от празднества арвальских братьев и кое-каких других. Лучше, пожалуй, сказать, что они их развенчали и отринули. Теперь эти ритуалы существуют только как пережитки в религиозных церемониях, как невинное шутовство, которым предваряют и заканчивают основные обряды. Я с горечью просматриваю список самых знатных семейств, стараясь найти там хоть несколько здравомыслящих женщин, которые смогли бы оказать себе помощь и поддержку в этом необходимом деле. В предыдущем поколении нетрудно было бы назвать десятка-два таких матрон, а теперь я вижу только тех, кто будет чинить тебе всяческие препятствия. Симпрония Метелла и Фульвия Мансон по бездумному консерватизму, Сервиле со злостью, что не она это затеяла, Клодия Пульхра из Духопротиворечия. Меня не удивит, если и Помпея попробует воспротивиться нашим намерениям. Дорогая тетя, вчера я доставил себе немалое удовольствие. Как ты знаешь, я решил основать несколько колоний на Черном море. Карта подсказала мне восхитительное место, прямо созданное для того, чтобы построить там два смежных города. Я назову их в честь твоего великого мужа и в твою честь. Марио Урбисом и Юли Марцием. Мне сказали, что место это очень здоровое и необычайно живописно расположено. Я посылаю туда наиболее достойные семьи из тех, кто ходатайствовал о выезде. Раздел 42-й Б. Дневник в письмах Цезаря. Луцию Мамилю Турину на остров Капри. Приблизительно 6 сентября. 973-е. Относительный реформ в таинствах доброй богини. Как мне недавно объяснили в одном анонимном письме, диктатура неудержимо толкает на сочинение анонимных посланий. Я не помню, чтобы когда-нибудь их столько было в обращении. Они хлынули в мой дом потоком. Вдохновленные подлинной страстью, они пользуются безнаказанностью своего сиротского положения и, тем не менее, обладают крупным преимуществом перед узаконенной перепиской. Анонимные письма выражают свои замыслы до конца, они выворачивают карманы наизнанку. Я разворошил осиное гнездо, попытавшись отменить кое-какие дикие пережитки, о которых знал, правда, не слишком много, в праздновании таинств доброй богини. Они не подозревают, что я инициатор этих новшеств. Они просто взывают ко мне, как к верховному понтифику и высшему судье. Церемонии, которые происходят в течение этих 20 часов, должно быть, производят глубочайшее впечатление на верующих, настолько сильное, что большинство участниц в порыве экстаза вряд ли ощущают их непристойность. Для них эта непристойность лишь увеличивает подлинность и магическое действие обрядов. Таинства, насколько я понимаю, предохраняют от бесплодия, от трагического исхода беременности и рождения уродов. Они вносят гармонию и, так сказать, освещают ту жизнь женщины, о которой даже самые опытные врачи весьма мало знают. Я понимаю, что раз так, дело этим не ограничивается. Эти обряды утверждают саму жизнь, все человечество, всякое созидание. Ничего удивительного, что женщины возвращаются оттуда существами другого мира и какое-то время бродят просветленные и словно чуждые всему. Им сказали, что они управляют ходом светил и не даются идти с места камням, которыми вымощен Рим. И когда они потом нам отдаются, они это делают с гордостью и даже не без высокомерия, словно мы мужчины, лишь случайное орудие в их великом труде. Я далек от того, чтобы хоть на йоту ослабить воздействие и утешительную силу этих церемоний. Наоборот, я хочу повысить их влияние. Однако я заметил, что их положительное действие длится всего несколько дней. Пробуть наши женщины дольше в этом возвышенном состоянии, я бы охотно признал, что они впрямь управляют ходом светил и содержат в порядке римские мостовые. Из всех известных мне мужчин я самый горячий поклонник вечно женственного, я снисходительнее других к женским слабостям, терпимее к причудам, но не забудь, какие у меня были преимущества. Я с удивлением себя спрашиваю, мог бы какой-нибудь мужчина судить о женском поле, если бы ему не пришлось жить рядом с замечательными женщинами? Какое высокомерие у него выработалось бы от одного сознания того, что он мужчина? Какие легкие победы он одерживал бы, помыкая близкими ему женщинами? Каждый день я наблюдаю множество мужчин. Среди них легко отличить тех, кто стал тем, что он есть, благодаря былой близости с какой-нибудь выдающейся женщиной. Я больше сделал для того, чтобы поднять общественное положение и независимость женщин, чем кто-либо другой из правителей. Перикл в этих делах был туповат, а Александр еще щенок. Меня часто попрекают легкомысленным отношением к женщинам. Это ерунда. Из всех, с кем я имел дело, я только одну сделал своим врагом. Да и та стала врагом всех мужчин еще до встречи со мной. И ее я почти излечил от ненависти к себе и, пожалуй, спас от ада, но довести это дело до конца мог бы только Бог. Я приписываю недолговечность благотворного влияния празднест перенапряжению. Участницы приходят в такое возбуждение, что теряют рассудок, а ведь оно — результат непристойностей в обрядах. Я полагаю, что их больше в заключительном ритуале, который начинается в полночь. По обычаю, действенные весталки, незамужние женщины и беременные в это время расходятся по домам. Теперь я понимаю, почему моя возлюбленная Корнелия и Аврелия в полночь притворялись больными и удалялись в свои покои, даже тогда, когда играли в этих церемониях важную роль, а руководству передавали сервилии «Ушаната, будь покоен, вела себя, как мне надо». Ты будешь прав, если скажешь, что я действую вслепую, от невежества пытаясь изменить тут пропорцию добра и зла. Но когда же я не действовал вслепую? Особенно за последние месяцы. Каждый мой шаг я делал словно человек с завязанными глазами, надеясь, что впереди не разверзнется пропасть. Я пишу завещание, делаю своим наследником Октавиана, «Разве это не шаг наугад в темноту? Я назначаю Марка Брута городским притором и делаю его приближенным ко мне человеком. Разве и это верный шаг?» Я перечел последние строки через два дня после того, как их написал. Удивительно, как это я сам не сделал из них очевидных выводов. Кто она такая, эта добрая богиня? Ни одному мужчине никогда не называли ее имени, ни одной женщине не разрешается его произнести, быть может, и они его не знают. Где она? В Риме? Присутствует при родах наших жен? Не допускает, чтобы вместо детей рождались волчата? Надо полагать, что она присутствовала и при моем рождении, когда врач вырывал меня из чрева матери. Нет. Я убежден, что если она и существует, то разве что в воображении верующих, но ведь это тоже существование, и, как мы наблюдали, вовсе не бесполезное. А если наш разум может создавать таких богов, и если от созданных нами богов исходит подобная сила, а ведь она есть не что иное, как сила, заключенная в нас самих, почему же нам не пользоваться этой силой непосредственно? Женщины используют лишь малую талику своей силы, ибо не подозревают, что она у них есть. Они считают себя беспомощными жертвами злокозненных духов, облагодетельствованными этой богиней, которую им положено молить и ублажать. Ничего удивительного, что их экстаз скоро проходит, они снова тонут в бездонной трясине мелочей. Любая из этих мелочей может привести их в восторг или опечалить. Они погружаются в непрестанную суету, похожую на отчаяние, отчаяние, даже не сознающее, что оно отчаяние, либо выполняют свои обязанности с такой самоотдачей, что она поглощает даже отчаяние. Пусть каждая женщина отыщет в себе собственную богиню. Вот в чем должен быть смысл этих обрядов. И первым шагом к такой цели должна быть по меньшей мере отмена всякой непристойности. Допустим, хотя бы, что религия предполагает одухотворенность каждой частицы нашей плоти, а вовсе не хочет, чтобы дух наш был порабощен и поглощен плотью, ибо главным достоянием богов вовне и внутри нас является дух. Раздел 43. Клеопатра из Египта. Цезарю. 17 августа. Клеопатра. Вечно живущая Изида. Дитя Солнца. Избранница Пта. Царица Египта. Коренайки и Аравии. Императрица Верхнего и Нижнего Нила. Царица Эфиопии и прочее, прочее. Каю Юлию Цезарю. Диктатору Римской Республики и Верховному Пантифику. Семь письмом царица Египта просит, чтобы ее включили в число тех римлянок, коим дозволено присутствовать на таинствах доброй богини. Раздел 43-й А. Дневник в письмах Цезаря. Луцию Мамилю Турину на остров Капри. 975-е. «Это у тебя почерпнул я мысль, которая до того само очевидна, что я опасаюсь как бы не забыть, кто высказал ее первый. Властям необходимо всячески утверждать тождество чужеземных богов с нашими собственными». Кое-где эта задача оказалась весьма трудной, а кое-где, на удивление, простой. В большей части Северной Галлии бог дубов и бурь, ни одному римлянину не удалось произнести его имени Годан, Квотан, давно слился с Юпитером. Он каждый день с улыбкой взирает на браки наших солдат и чиновников с златовласыми дочерьми тамошних лесов. «Храмы моей прародительницы» — Венеры род Юлев считал себя потомками Юла, сына Энея, сына Афродиты. На Востоке стали одновременно храмами Астарты и Иштар. «Не знаю, доживу ли я до этого, а нет, так может быть, мои наследники поймут, как важно объединить различные культы, мужчины и женщины во всем мире будут звать друг друга братьями и сестрами, детьми Юпитера». Такое всемирное уравнение богов дало недавно довольно забавный результат, доказательство чего я прилагаю к своему письму. «Ее пирамидное величество, царица Египта, заявила о своем желании участвовать в таинствах нашей чисто римской доброй богини. Ты всегда питал интерес и к генеалогии, и к теологии, но даже ты не захочешь изучать бесчисленные документы, которыми она подкрепляет свое ходатайство. Клеопатра ничего не делает наполовину, моя приемная загромождена тюками этих свидетельств. Ее притязания подкрепляются двумя доводами – происхождением от богини Кепп и происхождением от богини Кибеллы. Даже от беглого пересказа может голова закружиться, но я кратко изложу тебе страниц 300 в ее стиле, хотя самих документов у меня нет перед глазами». Греческие богословы разрешили отождествлять Кебу с Кибеллой уже более 200 лет назад, смотри приложение на 200 страницах. По случаю посещения Рима царицы прибрежной Армении Декории в 89 году, главный жрец указал на тождество эманаций Кибеллы и доброй богини, смотри прилагаемые Киппы, 10 и 11. Верховный понтифик, наверное, помнит, что когда царица Египта предъявила ему в Александрии свои геологические таблицы, чепуха, хотя в то время она еще не обнародовала своей египетской родословной, вот это верно, она основывала свои притязания на Тир и Сидон брачным союзом, заключенным ее прадедом, ее прадед был таким же бессильным в постели, как и на поле брани, с царицей Ахалибой. Таким образом, через цариц Иезавель и Аталию я прямой потомок и наследственная верховная жрица Иштар. Благодаря этому родству и ввиду того, что царица Иезавель являлась двоюродной сестрой Дидоны, царицы Карфагена, — обрати внимание на попрек, мой дед обидел ее двоюродную бабку, и так далее, и так далее. Все это верно. Поголовно все восточные владыки приходятся сами себе двоюродными братьями и по отцу, и по матери. Я написал ей, что после соответствующего инструктажа она будет допущена к начальной стадии таинств. Это разрешение дается ей не из-за ее притязаний на прямое происхождение от доброй богини или какого-либо другого божества, а просто потому, что богиня с радостью принимает в начале вечера всех женщин, желающих ей поклониться. Хочу добавить, что весь этот вздор может создать неверное представление о царице Египта. Он отражает ту единственную область, где ее мышление лишено обычной рассудительности. Надо добавить, что, подкрепляя доводами свою просьбу, царица упустила из виду один весьма любопытный факт. Может быть, он ей неизвестен. Почитательницы доброй богини носят во время службы головной убор явно не греческий и не римский, который сами они называют египетским тюрбаном. Откуда он появился, никто объяснить не может. Да и кто возьмется объяснить символы и воздействия религии ту вселенскую помесь, восторга и ужаса, каковой она является. Раздел 44. Госпожа Юлия Марция из дома Цезаря в Риме, Клодии. 30 сентября. Письмо это секретное. Юлия Марция приветствует Клодию Пульхру, дочь и внучку самых близких ее друзей. Я с нетерпением жду вашего завтрашнего обеда, знакомства с вашим братом, возобновления старой дружбы с Марком Тулием Цицероном и встречи с вами. Я вернулась в город три дня назад для участия в собрании руководительниц религиозного праздника, издревле и с благоговейным трепетом почитаемого верующими. На собрании мне было вручено восемь прошений, в которых меня уговаривают не допускать вас на таинство. Я прочла эти прошения с огорчением и, более того, с глубокой печалью, но не считаю изложенные в них обвинения достаточно серьезными и обоснованными, чтобы оправдать подобную меру. И все же, получив такие прошения, ни я, ни другие Матроны, ответственные за благочестивое исполнение религиозных обрядов, не можем ими пренебречь. Я хочу предложить компромисс. Уверена, что мне удастся его добиться, если, конечно, не поступят новые прошения, содержащие неопровержимые доказательства необходимости вашего исключения. Предлагая такой компромисс, я не хочу, чтобы меня заподозрили в том, будто я легкомысленно отметаю недовольство, которое справедливо или несправедливо вызывают ваши поступки. Мной движет желание избежать открытого скандала вокруг таинств доброй богини, которые были так дороги тем, кому были дороги вы. Я сообщаю вам под большим секретом, что в недалеком будущем в Риме появится царица Египта Клеопатра. Она просит допустить ее к таинствам, о которых идет речь. Ее прошение, сопровождаемое многочисленными доводами, списком прецедентов и аналогий, было прислано нам, руководительницам, и верховному понтифику. Царицы, по-видимому, разрешат присутствовать на празднестве до полуночи, когда, согласно обычаю, девственные весталки, незамужние и беременные, а также тут приведен термин, означающий, что данное лицо не принадлежит к трибам, на которые делятся римские граждане, покидают храм. Я собираюсь предложить, чтобы вас назначили наставницей египетской царицы, и, таким образом, вам придется в полночь сопровождать ее назад во дворец. Ваших врагов я уверена успокоит, что вы не сможете дольше присутствовать на обрядах, так как вы будете вынуждены уйти вместе с почетной гостьей. Прошу вас, Клодия, обдумать мое предложение и надеюсь, что завтра вы найдете время сообщить мне о вашем согласии. У вас есть и другая возможность опротестовать эти прошения и встретиться лицом к лицу с вашими обвинителями на пленарной сессии комитета. Если бы речь шла о светских делах, я бы посоветовала вам так и поступить. Однако обвинения и опровержения все равно наносят урон чувству благопристойности, достоинству и репутации. Открыто их обсуждать, самому признаться, что урон этот нанесен. Верховный понтифик не подозревает о всех этих затруднениях, и я, разумеется, приложу все силы, чтобы его внимание не было к ним привлечено. Я извещу его лишь о том решении, которое предлагаю вам принять. Раздел 44-й А. Дневник в письмах Цезаря Луцио Мамилю Турину на остров Капри. Приблизительно 8 октября. 1002. О Клодии и Пантомиме Пактином Меня чаще выводят из равновесия мелочи, чем серьезные происшествия. Вот сейчас мне пришлось запретить представление пьесы на сцене. Прилагаю копию этой пьесы, пантомимы Пактина под названием «Награда за добродетель». Ты, может быть, знаешь, хоть я и упустил тебе об этом сказать, что я учредил 20 различных наград для девушек из простонародья, получивших самую высокую оценку соседей за хорошее поведение, примерное отношение к родителям, хозяевам и так далее. По-моему, эта мера дала отличные результаты. Попутно она вызвала такой поток острот и насмешек, как ни одно из моих нововведений. Я дал богатую пищу Риму для веселья. Каждый подметальщик улиц открыл в себе остряка, и, как легко себе представить, меня не щадили. Одним из следствий моей меры был потрясающий успех прилагаемого фарса. Обрати внимание на четвертое явление. Там изображены Клодия с братом. Зрители сразу поняли, о ком идет речь. Мне говорили, что на каждом спектакле в конце этой сцены публика рукоплескала стоя, разражаясь бурей аплодисментов и сдевок злорадного хохота. Незнакомые обнимались, все орали, подпрыгивали от восторга и дважды ломали перила яруса. После восьми представлений я приказал пьесу снять. После второго спектакля ко мне в приемную явился Клодий Пульхр с жалобой на то, что его оскорбляют. Я просил ему передать, что занят африканскими делами и принять его не могу. Мне хотелось, чтобы эта прославленная парочка хоть какое-то время глотала горькое пойло, которое сама же сварила. Наконец он явился снова с достаточно униженным видом, и я удовлетворил его мольбу. Мне было обидно снимать пьесу. В ней нет литературных достоинств, но до сих пор я еще ни разу не насиловал свободу слова и не наказывал за убеждения, как бы они ни были возмутительны. Более того, меня корежит от мысли, что многие вообразят, будто я запретил спектакль, потому что в нем содержались выпады против меня. Театральная публика — самое нравственное из сборищ. То обстоятельство, что все эти римляне сидят вместе, плечом к плечу, словно внушает им возвышенность суждений, какой они не проявляют нигде. Они не колеблясь решают, хорошо или плохо ведут себя персонажи пьесы и требуют от них того высокого нравственного уровня, какого и не думают спрашивать с себя. Пандар из публики дрожит от благородного негодования, когда видит такого же сводника на сцене. Двенадцать проституток, сидящих редком в театре, целомудреннее любой девственной весталки. Я замечал, что морально-этические суждения театральной аудитории устарели лет на тридцать. В массе люди выражают те взгляды, которые они усвоили в детстве от своих родителей и воспитателей. Вот так и в этом фарсе обличение Клодии приводило зрителей в экстаз. Каждый из них ощущал себя образцом добродетели. Таких возвышенных чувств обычно хватает на час. Ах, если бы среди нас жил Аристофан! Он сумел бы приковать к позорному столбу Клодию и Цезаря, а потом осмеять смеющихся зрителей. Где ты, Аристофан? Раздел 44-й Б. Отрывок из «Награды за добродетель» Пантомима Пактина. Судья соревнования, в его образе явно выведен Цезарь, сидит у себя в приемной и опрашивает претенденток на приз. Его изображают хитрым распутным стариканом. Ему помогает Песец. Пьеса написана в стихах. Идет четвертое явление. Песец. Вашу честь желает видеть хорошенькая девушка. Хорошенькая по латыни пульхара. Судья. Что? А хорошенький мальчик не придет? Литература полна была бесчисленных намеков на педерастические склонности Цезаря. Песец. Это его сестра, Ваша честь. Судья. Ну что ж, пусть войдет, ты знаешь, я неразборчив. Песец. Она плачет, Ваша честь. Судья. Как же ей не плакать, дурень, если она добродетельна? Добродетельные женщины плачут первую половину жизни, а они добродетельны и вторую, поэтому тибр и не высыхает. Впусти ее. Входит молодая девушка в лохмотьях. Подойди поближе, деточка. Я плохо вижу все, кроме вилл в Тиволи. Цезарь конфисковал там поместье двух знатных приверженцев Помпея, пользовавшихся особой любовью римского народа. Значит, ты хочешь получить награду за добродетель, так ведь, малютка? Девушка. Да, Ваша честь, во всем городе не сыскать более добродетельной девушки, чем я. Судья, лаская ее. А ты уверена, что не ошиблась адресом, голубушка? Дай-ка поглядеть, дай-ка поглядеть. Ты ведь не первой молодости, а? Девушка. Да нет, Ваша честь. Моя первая молодость прошла при консульстве Корнилия и Мумия, то есть в 146 году до Рождества Христова. Судья. Вижу, вижу. Скажи, мой цветочек, папа твой жив? Девушка плача. Ах, господин, как вам не стыдно этим меня попрекать? Судья. Тогда скажи мне, жив ли твой муж? Девушка. Ваша честь, я пришла сюда не за тем, чтобы меня обвиняли то в одном, то в другом, да еще так грубо. Судья. Тсс, тсс, мне просто показалось, что я заметил снежинку у тебя на руке. Существовало поверье, что убийцы страдают золотушным шелушением кожи на ладонях. Скажи, милочка, ты нежно заботилась о твоих отце и матери? Девушка. О, да, я им помогла испустить последний вздох. Судья. Вот это любящая дочь. А ты была добра к твоим красавчикам-братьям? Девушка. Ваша честь, я ни в чем им не отказывала. Судья. Надеюсь, ты не приступала к пределам скромности? Скромностью назывались деревня и храм в десяти милях от Рима. Девушка. О, нет, господин. Я не выходила из-за городские ворота. Мы устраивались дома. Судья. Совершенство, совершенство. Ну, а теперь скажи мне, почему ты одета в лохмотье? Девушка. Вы еще спрашиваете, добрый мой господин, в Риме больше нет в обращении денег. Наверное, Мамура все увез в Нижнюю Галлию. В предыдущей сцене Мамура, одетый гальской вещуньей, получал награду за то, что вымел дом дочиста. Старший брат денег в дом не приносит, недаром он пенсионер, носа в прожилках. То есть Цезаря, из-за крайней скромности домашнего уклада Цезаря, издавна обвиняли в скупости. Второй брат не приносит денег, потому что все его имущество было опущено в Тибр. Цезарь недавно спрямил русло Тибра, срыв часть берегов под Ватиканом и Яникульским холмом. Римское население сбегалось глядеть на эти работы, где применяли новую землеройную машину. Ее изобрел Цезарь во время военных походов, и она тут же была окрещена навозным жуком. В затопленном районе раньше находились городские притоны. Судья, а ты, моя пташка, говорят, будто ты зарабатываешь немало трехгрошовых монет. И так далее. Раздел 45. Служанка Помпеи, Абра, мэтр Дотелю, таверны в Касутии, агенту разведывательной службы Клеопатры, 17 октября. Как вы приказывали, сперва по порядку отвечу на ваши вопросы. Первый. Я прослужила у госпожи Клодии Пульхры пять лет. Во время войны мы уехали из Рима и жили в ее доме в Баеях. Через два года я получу свободу. Здесь я служу два года. Мне 38 лет, у меня нет детей. Второе. В этом месяце мне не разрешено выходить из дому. Никому и слуг не разрешено. Да знали, что кто-то ворует. Так они говорят, но я думаю, что дело не в этом. Мы все подозреваем, что тут дело в секретаре скрита. За ним следят. Третье. Моему мужу позволяют приходить ко мне раз в пять дней. Когда он уходит, его обыскивают. Ни один разносчик не может войти в дом. Они приходят к садовой калитке, и мы там у них покупаем. Четвертое. Да, я посылаю письма госпоже Клодии Пульхре всякий раз, когда приходит повивальная бабка Хаджия. Надо предполагать, что повивальная бабка пользовала кого-то из челяди Цезаря. Ее не обыскивают. Госпоже Клодии Пульхре я пишу примерно вот о чем. Как египетская царица приезжала в гости к моей хозяйке, когда хозяина всю ночь не бывает дома, иногда о том, о чем они разговаривают за столом, мне это пересказывает дворецкий, и когда на хозяина находят подучие. Госпожа Клодия Пульхре денег мне не платит. Она подарила моему мужу таверну на опиевой дороге возле гробницы Мопса. Если мои письма вас устраивают, нам с мужем хотелось бы купить корову. Пятое. Нет, я уверена, там ничего нет определенного, но, по-моему, хозяин меня недолюбливает. Полгода назад они из-за меня поссорились, а еще пуще ссорились они два дня назад. Но хозяйка ни за что ему не позволит меня выгнать, она будет плакать. Ей никогда не надоедает болтать о драгоценностях, нарядах, прическах и прочем. А с кем же ей разговаривать, кроме меня? Вот как обстоит дело. Шестое. О письмах моей хозяйки. В прошлом году хозяин велел привратнику все письма к хозяйке класть вместе с его письмами, поэтому все письма за день держат в комнате привратника, а потом отсылают в рабочую комнату хозяина. Но хозяйка по нескольку раз на день наведывается к привратнику, спрашивает, нет ли для нее писем, и тогда он их ей отдает. Она устроила большой скандал и плакала, теперь все письма поступают к ней. Он только сказал, чтобы анонимные письма уничтожали, не читая. Большую часть уничтожают, их много. Некоторые очень интересные, а некоторые нет. Вот теперь начинаю письмо. Хозяин очень добр к хозяйке. Когда он возвращается домой из своего присутствия, он почти все время проводит с ней. Если к нему приходят по делу, он принимает посетителей в соседней комнате при открытых дверях и старается их побыстрее спровадить. Когда она ложится спать, к нему на час-другой приходят друзья, потому что он не любит много спать. Я хочу сказать, что у него нет потребности долго спать. А так как эти друзья, вроде Гиртия, Мамура или Оппия, много пьют и громко смеются, они уходят с ним в рабочую комнату на скале, над рекой. Но хозяйка чуть не два часа готовится ко сну, поэтому, когда он возвращается, она часто еще не спит. А когда она собирается лечь, он частенько оставляет своих друзей, садится возле нас и разговаривает с ней, пока я ее причесываю и прочее. Я хочу вот что сказать. Она вечно ищет повода с ним поссориться. И почти всегда плачет. Часто он отсылает меня из комнаты, когда они разговаривают. Она ссорится с ним из-за законов против роскоши, из-за детеныша леопарда, которого ей подарила египетская царица, из-за того, что госпожу Клодию Пульхру не приглашают в дом, и в какой день нам лучше ехать на виллу озера Неми, и почему она не может пойти в театр. Два дня назад они здорово поссорились. Когда хозяйка на минуту вышла из комнаты, хозяин, наверное, пошарил на ее туалетном столике, и там среди всех ее баночек и скляночек нашел анонимное письмо, которое она получила несколько месяцев назад. Он его, видно, прочел и положил на место. А когда хозяйка вернулась, сделал вид, будто нашел письмо только что. Вот как, по-моему, было дело. В этом письме говорилось, что Клодий Пульхр, тот, что сжег дом Цицерона и грозился убить всех сенаторов, любит мою хозяйку до беспамятства, и ее против него предостерегают, потому что, может статься, он не сумеет совладать с такой любовью. Хозяин был очень спокоен, но я-то его знаю. Он даже побелел от ярости. Он сказал, что письмо наверняка написал сам Клодий Пульхр, и что только человек, глубоко презирающий женщину, и желая ее надуть, мог написать такое письмо. Хозяйка же сказала, что она терпеть не может Клодия Пульхра, но не верит, будто он сам написал письмо. Тут меня прогнали из комнаты. Когда я вернулась, она была вся в слезах и опять принялась плакать и все причитала, что так жить не может и такую жизнь вынести нельзя. Хозяин послал за мной и сказал, что это я принесла письмо. Я поклялась страшной клятвой, как он потребовал, что ничего про письмо не знала, но, по-моему, он догадался. И все же я не думаю, что он меня выгонит. Хотите ли вы, чтобы я писала, когда хозяин приходит домой под самое утро? Виночерпий, говорит, будто он слышал, как хозяин разговаривал с Бальбом и Брутом, да цимом Брутом, а не тем красавцем, и сказал, что хочет перенести Рим в Трою. Трое — это вроде в Египте. Секретарь тот из Сицилии говорит, что он передумал, войны с парфянами не будет. Критский секретарь сказал, дурак-то еще как будет. Больше я ничего об этом не знаю. Говорят, будет эдикт, по воскам после десяти часов не разрешат въезжать в центр города и стоять больше часа. Забыла написать. Когда хозяйка ехала на озеро Неми, Клодий Пульхар подскакал к носилкам и завел с ней разговор. Но Афий подошел и сказал, что ему приказано никого не подпускать с разговорами. Афий — надсмотрщик на ферме и ведает нашими поездками. Он был с хозяином на войне, и у него только одна рука. Ну, теперь я кончаю. Еще я хочу сказать, что мне здесь не нравится, как-то не по себе. Я просила госпожу Клодию Пульхру взять меня обратно, но она велит мне оставаться здесь. Но я знаю, как сделать, чтобы уйти отсюда. Если такое письмо вам подходит, я здесь останусь и еще напишу. Корову нам хотелось бы иметь, буренку, пятнистую. Раздел 46. Дневник в письмах Цезаря Луциум Амилию Турину на Капри. Приблизительно 13 октября. 1012. Мы с царицей Египта поссорились. Это не те ссоры, которые постоянно кипят в будуарах и частенько кончаются весьма избитым способом. Клеопатра утверждает, будто я бог. Она возмущена, что я только недавно признал себя богом. Клеопатра глубоко уверена в том, что она богиня, и каждодневное поклонение народа укрепляет ее веру. Она внушает мне, что благодаря своему божественному происхождению она одарена редкой проницательностью и сразу распознает богов, поэтому она может заверить меня, что я тоже принадлежу к их числу. Все это дает пищу для весьма приятных бесед, прерываемых игривыми интермедиями. Я щеплю богиню, богиня визжит. Я закрываю рукой богине глаза и клянусь бессмертными богами, она не видит низги. Но на все эти коварные доводы у нее есть ответ. Правда, это единственная область, где Великая Царица изменяет разум, и я научился, говоря на эту тему, не переходить на серьезный лад. Только в этом вопросе, пожалуй, она поистине восточная женщина. Нет ничего опаснее, и не только для нас, власть имущих, но и для тех, кто взирает на нас с большим или меньшим обожанием, приписывания нам божественных свойств. Ничего удивительного, что многие из нас вдруг начинают верить, будто в них вдохнули сверхъестественную мощь или что они невольные носители конечной истины. Когда я был моложе, я часто это испытывал. Теперь же подобное состояние вызывает у меня годливую дрожь. Мне не устают напоминать обычно льстицы, как однажды в бурю я сказал оробевшему лодочнику «Не бойся, ты везешь Цезаря». Какая чушь! Житейские невзгоды щадили меня ничуть не больше, чем других. Но это еще не всем. История разных народов показывает, как глубоко укоренилась в нас склонность приписывать сверхчеловеческие свойства тем, кто обладает талантами или просто занимает видное положение. Я не сомневаюсь, что полубоги и даже боги древности всего лишь те наши предки, которых высоко почитали. Это давало свои плоды, питало воображение отроков, укрепляло нравственность и общественные институты. Однако все это нам пора преодолеть и отбросить. Все, кто когда-либо жил на земле, были только людьми. Их успехи должны рассматриваться как проявления человеческой природы, а не как ее аномалии. Кроме тебя, мне не с кем об этом поговорить. С каждым годом вокруг меня сгущается душная атмосфера обожествления. Я со стыдом вспоминаю, что в былое время и сам нагнетал ее для государственных нужд, и одно это уже доказывает, что я только человек со всеми его слабостями, ибо нет большей слабости, чем пытаться внушить другим, будто ты — бог. Как-то ночью мне приснилось, что у входа в мой шатер стоит Александр. Он занес меч, чтобы меня убить. Я сказал ему, «Но ты же не бог!» И он исчез. Чем старше я становлюсь, дорогой Луций, тем больше я радуюсь, что я человек смертный, ошибающийся, но не робкий. Сегодня секретари смущенно подали мне пачку документов, в которых я допустил всякие ошибки. В душе я зову их «клеопатрины ошибки», так одержим я этой чародейкой. Я, смеясь, исправил их одну за другой. Секретари надулись. Они не могли понять, почему Цезарь радуется своим ошибкам. Секретари — не больно веселая компания. В последнее время у нас часто употребляют слова «божество» и «бог». Они имеют тысячу значений, а для каждого в отдельности не меньше двадцати. Вчера вечером я застал жену в большом волнении. Она молила богов послать солнечную погоду для поездки на озеро Неми. Тетка моя Юлия занимается сельским хозяйством. Она не верит, что боги в угоду ей изменят погоду, но убеждена, что они охраняют Рим и назначили меня его правителем. Цицерон не сомневается, что они преспокойно дадут Риму скатиться в пропасть и не склонен делить с ними честь спасения государства от Кателины. Однако он верит, что они вложили понятие справедливости в сердца людей. Катул, видимо, считает, что идея справедливости родилась у людей в результате бесконечных дрязг из-за земельных наделов, но он верит, что любовь – единственное проявление божественного начала, и что только через любовь, даже когда она оклеветана и обесчищена, мы постигаем смысл нашего существования. Клеопатра думает, что любовь – самое приятное из занятий, а ее привязанность к детям – самое властное чувство, какое она может испытывать, но не видит ни в том, ни в другом ничего божественного. Божественна для нее сила воли и энергия. И ни одно из этих убеждений не убеждает меня, хотя в разные периоды своей жизни я их придерживался, но, теряя их одно за другим, я становился только сильнее. Мне кажется, что, избавляясь от ложных убеждений, я ближе подхожу к истине, но я старею, время не ждет. Раздел 46-й А из записок Корнелия Непотом Диктатор Эдиктон запретил городам брать название в его честь. Причина, по-моему, в том, что его обожествление приняло чересчур наглядный характер, и это ему не по душе. Он перестал посылать дары городам и легионам, их, как правило, возлагают на алтари, куда потом стекаются паломники и молят о чуде. И это, несомненно, происходит не только на варварских окраинах республики и в италийских горах, но и здесь, в столице. Говорят, будто его слуг подкупают, чтобы они крали его одежду, обрезки ногтей, волос и даже мочу. Все это, как уверяют, наделено волшебными свойствами и становится предметом поклонения. Иногда фанатикам удается проникнуть к нему в дом, тогда их принимают за убийц. Одного из них застигли с кинжалом в руке у ложа Цезаря. Тут же на месте стали чинить суд. Допрос вел сам Цезарь. У преступника заплетался язык, но отнюдь не от страха. Весь допрос он пролежал на полу, восторженно глядя на Цезаря и бормоча, что он хотел всего лишь каплю крови Цезаря, чтобы ею себя осветить. Цезарь, к вящему изумлению слуга стражников, стал задавать ему подробные вопросы и постепенно выпутал всю историю его жизни. Этот живой интерес, а его не всегда удается вызвать даже консулом, привел беднягу в еще больший экстаз, и он в конце концов взмолился, чтобы Цезарь убил его своей собственной рукой. Обернувшись к остальным, Цезарь, как рассказывают, с улыбкой сказал, «Видите, как трудно отличить любовь от ненависти». Я пригласил на обед врача Цезаря со Сфеном. Он говорил о впечатлении, которое Цезарь производит на окружающих. О ком еще ходят такие нелепые слухи? А ведь в них верят. До последнего времени каждую ночь родственники привозили десятки больных и укладывали их к стене, окружающий дом Цезаря. Их стали прогонять, и теперь, как видите, они лежат рядами вокруг его статуй. Во время его путешествий крестьяне молят его ступить ногой на те поля, которые плохо плодоносят. Каких только легенд о нем не рассказывают. Ими полны солдатские песни, стихи и рисунки, нацарапанные в общественных местах. Говорят, что мать зачала его от удара молнии, что он появился на свет через рот или через ухо, родился без половых органов, а потом пересадил их себе от таинственного незнакомца, которого он убил в священной дубраве Зевса в Додоне, или же, что он добыл их со статуей Зевса, вылепленной Фидием. Нет такой противоестественной склонности, которую ему не приписывали бы. Говорят, будто он, как Юпитер, не брезгует и животными. Широко распространено мнение, что он отец своей страны в самом буквальном смысле этого слова, и что у него сотни детей в Испании, Британии, Галлии и Африке. Суеверие и народная молва не боятся противоречий. Наряду с этим он славится таким суровым воздержанием, что якобы люди нецеломудренные, приближаясь к нему, испытывают нестерпимую боль. Кто-кто другой из смертных сумел так разжечь воображение народа и породить целую сокровищницу легенд? А теперь, когда в Рим приехала Клеопатра, чего мы только не слышим. Клеопатра — этот плодоносный нильский ил. Зайдите в таверну, в казарму, головы римлян кружат картины их любви. Мы празднуем бракосочетание непобедимого солнца и плодоносящей земли. Я его врач. Я лечил его во время конвульсии и перевязывал его раны. Да, тело его смертно. Но мы, врачи, учимся вслушиваться в тела своих пациентов, как музыканты вслушиваются в звуки различных инструментов. Он лыс. Его стареющая плоть покрыта рубцами от ран, полученных в бесчисленных боях. Но каждая ее частица одушевлена разумом. У него необыкновенная способность восстанавливать свои силы. Болезнь — это малодушие. Болезнь, от которой страдает Цезарь, это единственная болезнь, свидетельствующая о неумеренном напряжении духа. Она связана с природой его ума. Ум Цезаря. Он противоположен уму большинства людей. Он наслаждается, вынуждая себя работать. Всем нам каждый день предъявляют десятки требований. Мы должны сказать «да» или «нет». Принять решения, которые повлекут за собой длинную цепь последствий. Некоторые долго раздумывают. Другие отказываются принять решения, что само по себе уже есть решение. Третьи принимают решения, очертя голову, что тоже решение отчаянное. Цезарь бросается решению навстречу. Ему кажется, будто мозг его живет только тогда, когда его работа сразу же приводит к важнейшим последствиям. Цезарь не бежит от ответственности. Он все больше и больше взваливает на свои плечи. Может, ему в чем-то недостает воображение. Он, как известно, мало думает о прошлом и не пытается предугадывать будущее. Он не поощряет в себе угрызений совести и не дает воли пустым мечтам. Время от времени он разрешает мне подвергнуть его некоторым опытам. Я прошу его выполнить тяжелые физические упражнения, а потом спокойно полежать, пока я буду вести различные исследования и так далее. Однажды во время такого вынужденного бездействия он меня спросил, «Если меня не убьют, и я доживу до старости, какая болезнь приведет меня к смерти?» «Ваше Величество», — ответил я, — «вы умрете от апоплексического удара». Он был очень доволен. Я понял, о чем он думает. Его страшат только две вещи. Физическая боль, которую он плохо переносит, и унизительная форма, которую часто принимает болезнь. В другой раз он меня спросил, существует ли какой-нибудь способ покончить с собой быстро и не проливая крови. Я указал ему три таких способа, и с того дня не сомневаюсь, что он относится ко мне с симпатией и признательностью. Я же, со своей стороны, многому у него научился. Раньше я думал, что еду, сон и удовлетворение полового инстинкта желательно регулировать определенными навыками. А теперь, как и он, я считаю, что лучше всего удовлетворять эти потребности при первом их появлении. Этим я не только удлинил свой день, но и добился духовной свободы. О, это человек необыкновенный! Все легенды о нем не лишены основания. Неверно только одно. Цезарь никого не любит и не внушает к себе любви. Он распространяет на всех ровный свет осознанного доброжелательства, бесстрастную энергию, которая творит без лихорадочного жара и расходуется без самокопания или недоверия к себе. Разрешите мне вот что шепнуть вам на ухо. Я не мог бы его полюбить, и всегда, расставаясь с ним, испытываю облегчение. Раздел 46-й Б. Из донесения тайной полиции Цезаря. Объект 496. Артемизия Бакцина, повивальная бабка, знахарка и гадалка, проживают в предместье Козы. На допросе призналась в том, что присутствовала на молебствиях братства погребенного солнца. Говорит, что у них в Риме 10 или 12 капитулов, смотри объекты 371 и 391. В конце, после усиленного допроса, показало, что братство возглавлял Амазий Лентер, объект 297, казнен 12 августа. Начинается обряд медленными истязаниями и закланием черной свиньи, черного петуха и прочее, а заканчивается поклонением сосуду с кровью, якобы кровью диктатора. Объект высылается в Сицилию под надзор тамошней полиции. Раздел 46 В. Из заметок Плиния-Младшего. Написано лет сто спустя. Странно. Садовник рассказывал, что в простом народе широко бытует следующее поверье. Во время прогулок я спрашивал виноградарей, разносчиков и прочий люд, и его слова подтвердились. Они верят, что тело Юлия Цезаря после убийства не было сожжено, хотя для нас это несомненно. Им якобы завладело какое-то сообщество или тайная секта, и, разделив на множество частей, захоронило каждую отдельно в разных районах Рима. Они уверяют, будто Цезарю было известно древнее предсказание, что Рим выстоит и сохранит свое величие, если он будет убит, и тело его расчленено. Раздел 47 Царица Египетская заявляет 26 октября Клеопатра, Царица Египта и прочее, и прочее, сожалеет, что Досточтимая коллегия девственных весталок не сможет присутствовать завтра вечером у нее на приеме. Однако мы готовы принять Досточтимую коллегию в три часа дня. Соизволение Верховного Понтифика и Верховной Жрицы коллегии в указанное время будет дано представление Величественное явление Гора, Красота Азириса, Нападение на корабль Нешме, Явление владыки Абидоса в свой дворец. Те части этой церемонии, которые неуместно показывать вечером, будут исполнены со всей торжественностью перед посвященными днем. Царица Египта благосклонно примет в эти часы Досточтимых девственниц. Раздел 48 Цезарь Клеопатрия 29 октября Весь Рим говорит о великолепии приема устроенного царицей. Самые разборчивые ценители твердят о ее царственной осанке, искусстве принимать гостей, ее такте и обаянии ее красоты. Мне же разрешено говорить только о моей неприходящей любви и преклонении. В ближайшие дни я не смогу так часто посещать великую царицу, однако заклинаю ее не сомневаться ни в моей любви, ни в моих неусыпных заботах о благоденствии ее державы. Мне доставило бы огромное удовольствие, если бы я мог чаще принимать царицу у себя. Я попросил актрису Кефериду давать моей жене уроки пластики и декламации, необходимые для участия в таинствах доброй богини. Так как и вы будете присутствовать на этих церемониях, вам, по-моему, тоже были бы интересны ее уроки, хотя я далек от мысли, что царице есть чему учиться в смысле красоты речи или благородства осанки. Не сомневаюсь, что, если вы того пожелаете, Кеферида не откажется в конце урока прочесть вам отрывки из греческих и римских трагедий, милость, которой будут завидовать наши потомки. Госпожа Клодия Пульхра временно отбывает на свою загородную виллу. Вам, по-моему, следует знать, что я в свое время посоветовал ей это сделать, но она просила разрешить ей остаться в столице до конца вашего приема. Причиной ее отъезда послужили обстоятельства, которые, если вы пожелаете, я вам когда-нибудь изложу. Радость, которую я испытываю от приезда царицы, отвлекает меня от трудов. Будь я помоложе, эта радость только придавала бы мне сил и подвигала на новые труды, но дни мои идут к закату, и у меня уже нет, как прежде, неограниченного времени для замыслов и свершений. Разрешите же мне совместить приятное с полезным и во время моего посещения в субботу показать царице планы поселений в Северной Африке. Если погода будет благоприятствовать, я хотел бы отвезти царицу по реке в Остию и объяснить ей, какие меры мы принимаем для обуздания паводков и течения Тибра. В Остии мы сможем посмотреть, как продвигаются работы в порту, насчет которых царица удостоила меня своими неоценимыми советами. Мне хотелось бы сообщить великой царице вот еще что. Я искренне надеюсь, что ее пребывание в Италии продлится дольше, чем она предполагала, и желая укрепить ее в этом решении, я рекомендую ей послать в Александрию за своими детьми. Для этой цели я предоставлю ей одну из только что построенных галер, которые уже показали себя самыми быстроходными, и надеюсь разделить с царицей радость этого свидания. Раздел 48 А. Клеопатра Цезарю с тем же посланным. Великий Цезарь, между нами возникло недоразумение. Я понимаю, что никакие уговоры не в силах рассеять то ложное впечатление, какое у вас сложилось. Страдая, могу лишь надеяться, что время и дальнейшие события убедят вас в моей преданности. Я должна еще раз повторить, что положение, в какое я попала, оно удивляет меня не меньше, чем вас, было подстроено злокозненными особами. Марк Антоний уговорил меня сопровождать его в сад, поглядеть, как он выразился, на еще не виданный в Риме подвиг. Он уверял меня, что совершит этот подвиг сам с помощью пяти или шести своих приятелей. А так как я все равно должна была снова обойти мои владения, то, взяв с собой Хармиану, я согласилась на его просьбу. Остальное вы знаете. Я не успокоюсь, пока не получу доказательств соучастия других лиц в том, что произошло. Я знаю, что никакие доводы не убедят вас в моей невиновности, если не проявлю неусыпных забот обо всем, что касается вас, ваших интересов и вашего благополучия. Только это и заставляет меня принять ваше предложение продлить мое пребывание в Риме. Я с благодарностью принимаю и ваше приглашение посещать уроки Кефириды в вашем доме. Я, однако, не хотела бы посылать сейчас за моими милыми детьми, но благодарю вас за то, что вы даете мне такую возможность. Великий друг, великий Цезарь, возлюбленный мой, больше всего удручает меня мысль, что вас заставили страдать напрасно. Я горько проклинаю судьбу, которая с адским коварством, недоступным простым смертным, сделала меня причиной ваших огорчений. Не верьте ничему, молю вас, не становитесь жертвой столь очевидного недоразумения. Помните о моей любви. Не допускайте сомнений в искренности моего взгляда, в радости, с какой я вам отдаюсь. Я еще молода, не знаю, как бы стала защищать свою невиновность женщина более опытная. Негодовать, что вы мне не доверяете? Сохранять гордость и сердиться? Не знаю, я могу лишь говорить от души, даже в ущерб моей скромности. Я никогда не любила и уже не буду любить так, как любила вас. Кому дано было знать то, что знала я? Восторг, неотделимый от признательности, страсть, пронизанную почтением, но ничуть от того не меньшую. Такой и должна быть любовь при разнице наших лет. Ей нечего было страшиться сравнений. Ах, вспомните же, вспомните и верьте. Не отгораживайте от меня завесой божество, живущее в вас. Самый черный из завес подозрением в предательстве. Это я-то предательница. Это я не люблю. Слова мои лишены царственного достоинства, но они искренни. Я говорю с вами об этом в последний раз, пока вы не разрешите мне беседовать с вами по-прежнему. А пока я буду вести себя как правительственное гостье, ведь покорность вашим желаниям для моей любви закон. Раздел 49. Алина, жена Корнелия Непота, сестре своей постумии, жене Публия Цекциния из Вероны. 30 октября. Ты уже наверное читала письма о том, что произошло. Мы их отправили с посланным диктатора тебе и семье поэта. Теперь я хочу сообщить по секрету кое-какие подробности. Муж горюет, словно потерял родного сына, только бы не сглазить, наши мальчики слава богам здоровы. Я тоже любила Гая Катулла, любила его с тех пор, когда мы вместе играли детьми. Но привязанность не должна ослеплять. С тобой я могу говорить откровенно, и пусть это горестное, полное заблуждение жизнь послужит нам уроком. Мне не нравились его друзья. Мне, конечно, не нравилась эта подлая женщина. Мне не нравились стихи, которые он писал последние годы, и у меня никогда не найдется ни симпатии, ни добрых слов для диктатора, который в эти дни то и дело появлялся у нас, словно старый друг дома. Мы часто приглашали Гая к себе погостить, но ты знаешь, каким он был резким и независимым, поэтому, когда он однажды утром появился у наших дверей в сопровождении старого Фуско, который нес его постель, и попросил разрешения пожить у нас в беседке, я поняла, что он тяжко болен. Муж тут же сообщил об этом диктатору. Диктатор прислал своего врача грека по имени Сосфен, более самонадеянного молодого упрямца я не видела. Я не стесняюсь утверждать, что сама я прекрасный врач. Думаю, что таким даром боги наделяют всех матерей, но этот Сосфен отвергал все издавна проверенные средства. Впрочем, об этом долго рассказывать. Понимаешь, постумие, я нисколько не сомневаюсь, что его убила эта женщина. Три года он благодаря ей испытывал все муки ада, и вдруг она стала сама доброта. Это его убило. Она у нас не появлялась, но каждый день присылала письма еду и какую еду, греческие рукописи, и дважды в день справлялась о здоровье. Гай был, конечно, счастлив, но счастье бывает разное. Тут было то зыбкое, призрачное счастье, которое, наверное, испытывают обманутые мужья, когда их жены неожиданно становятся очень ласковыми. Но дни шли, она так и не появлялась, а он на наших глазах терял надежду на выздоровление и отдавался во власть смерти. Двадцать седьмого, часа в три пополудни слуга его Фуска, ты его помнишь, он раньше был лодочником на озере Гарда, вбежал в дом и сказал, что хозяин его в бреду стал одеваться, чтобы идти на прием к египетской царице. Я кинулась в беседку, Гай лежал без сознания в луже желчи, его вырвало. Муж сразу же послал за Сосфеном, и он просидел возле Гая до рассвета, пока тот не умер. Меня к больному не пустили, но как ты думаешь, кто к нам явился часов около десяти? Он был в роскошном одеянии, должно быть, сбежал с приема царицы. Ее дворец, кстати, не дальше, чем в миле от нашего дома. Всю ночь до нас доносилась музыка, и было видно зарево костров. Я случайно подслушала, как Фуск рассказывал мужу, что, когда диктатор вошел, Гай приподнялся на локте и дико заорал, чтобы тот убирался. Он обзывал его похитителем свободы, чудищем жадности, убийцей республики и всякими другими ругательными словами, и, конечно, совершенно заслуженно. В это время появился муж, он ходил за нашим стариком, курителем бальзама. Муж мне потом рассказывал, что диктатор слушал всю эту ругань молча, но был бледен, как полотно. Цезаря, видно, давно не выгоняли вон, но тут он безропотно ушел. Часа в два ночи он вернулся, сняв парадные одежды. Гай спал, а когда проснулся, то как будто примирился со своим посетителем. Муж говорит, что он даже улыбнулся и спросил, где же ваш царственный пурпур, великий Цезарь? Как ты знаешь, муж преклоняется перед этим человеком. Мы с ним условились не говорить о нем друг с другом. Корнели уверяет, что Цезарь вел себя замечательно и молчал и отвечал очень достойно. Цезарю, конечно, чаще других приходилось присутствовать у смертного одра. Ты ведь слышала эти рассказы, как в Галии раненые отказывались умирать, пока полководец не кончит ночной обход. Я вынуждена признать постумие, хоть он и дурной правитель, в личности его есть что-то значительное, и в то же время он ведет себя естественно. Муж сказал, что они со Сфеном сидели в дальнем углу, и поэтому он плохо слышал, о чем говорили те двое. Раз Гай, обливаясь слезами, рванулся с кровати и закричал, что загубил свою жизнь и свой певческий дар ради благосклонности потаскухи. Я бы не знала, что тут сказать, а диктатор, как видно, нашелся. По словам мужа, он заговорил еще тише, однако можно было разобрать, что Цезарь превозносит Клодию Пульхру словно богиню. Болей у Гая не было, но он час от часу слабел. Он лежал, уставившись в потолок и слушал Цезаря. Время от времени Цезарь замолкал, но когда тишина казалась Гаю чересчур долгой, он дотрагивался пальцем до руки Цезаря, словно требуя говори, говори, а Цезарь просто рассказывал ему о Сафокле. Гай умер под хор из Эдипа в колонии. Цезарь прикрыл ему веки монетами, поцеловал Корнелия и негодного врача и при первых лучах зари отправился домой один без стражи. Если хочешь, перескажи кое-что его отцу и матери, хотя, по-моему, их это только еще больше огорчит. Я бы лично считала себя виноватой, если бы один из моих сыновей стал жертвой такого увлечения. Думаю, однако, что мое воспитание уберегло бы их от подобной беды. Далее в письме обсуждается продажа земельных участков. Раздел 49-й Ам. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилю Турину на остров Капри в ночь с 27 на 28 октября 1013-е о смерти Катулла Я сижу у постели умирающего друга поэта Катулла. Время от времени он засыпает, тогда я берусь, как всегда, за перо, быть может, для того, чтобы не думать, хотя мне пора уже понять, что писать тебе — это вызывать из глубины сознания те вопросы, которых я всю жизнь избегал. Он приоткрыл глаза, назвал шесть звезд из созвездия Плеяд и спросил название седьмой. Еще совсем молодым человеком ты, Луций, умел безошибочно определить неминуемость причины и неизбежность следствия. Ты не терял времени на сожаление, что мир устроен так, а не иначе. От тебя и я усвоил, хотя не сразу, что в жизни существуют целые области, где все наши стремления не в силах ничего изменить, а наши страхи предотвратить. Я многие годы цеплялся за самые разные иллюзии, верил, что силой воли можно внушить ответное чувство равнодушной возлюбленной, а одним негодованием помешать победе врага. Вселенная движется своим неодолимым ходом, и мы едва ли можем добиться перемен. Помнишь, как я был возмущен, когда ты небрежно кинул мне, надежды не могут повлиять на завтрашнюю погоду. Поклонники без конца заверяют меня, будто я добился невозможного и изменил порядок вещей. Я отвечаю на эти похвалы важным кивком головы, жалея в душе, что со мной нет друзей, с которыми я мог бы над ними поиздеваться. Я не только склоняюсь перед неизбежностью, она придает мне силы. Достижения человека куда более примечательны, когда думаешь о том, как он ограничен в своих действиях. Самое характерное из неизбежностей — смерть. Я хорошо помню, как в юности считал себя ей неподвластным, но когда умерла моя дочь и потом, когда ранили тебя, я понял, что смертен, а теперь я считаю те годы, когда не подозревал, что смерть неотвратима, да что там, возможно, в любую минуту, растраченными зря пропащими. Теперь я сразу распознаю тех, кто еще не предвидит своей смерти и понимаю, что это за дети. Они думают, что, избегая мысли о смерти, обостряют вкус к жизни. Но верно обратное, только те, кто заглянул в небытие, способны наслаждаться солнечным светом. Я не поклонник учения стоиков и не верю, что созерцание смерти учит нас тщите человеческих усилий и призрачности радости жизни. С каждым годом я все более иступленно прощаюсь с весной и с каждым днем все больше хочу обуздать течение тибра, хотя те, кто придет мне на смену, возможно, позволят ему бессмысленно стекать в море. Он снова открыл глаза. Очередной приступ горя. Клодия. Наблюдая за ним, я с каждым мигом все яснее постигаю ее загубленное величие. Ах, в мире царствуют законы, чье воздействие мы едва ли можем разгадать. Как часто мы видим, что нечто возвышенное и великое рождено цепью злодеяний, а добродетель произросла из низости. Клодия необычная женщина и, столкнувшись с котулом, высекла огонь необычной поэзии. Приглядываясь к жизни, мы любим мерить ее понятиями добро и зло, но мир выигрывает только от энергии. В этом скрыт его закон, но мы живем недостаточно долго, чтобы ухватить больше, чем два звена в цепи. Вот почему я горюю о краткости бытия. Он спит. Прошел еще час, мы разговаривали, мне не впервые сидеть у смертного адра. Тем, кого мучит боль, говоришь о них самих, тем, у кого сознание ясное, хвалишь жизнь, которую они покидают. Разве не унизительно оставлять мир, который ты презираешь, а умирающий часто боится, что жизнь была недостойна затраченных на нее сил? У меня всегда хватает доводов для ее восхваления. В этот час я заплатил старый долг. Много раз за десять лет военных походов мне виделся один и тот же сон наяву. Ночью я шагал перед своим шатром и сочинял речь. Я представлял себе, будто вокруг меня избранное общество, мужчины, женщины, особенно молодежь, и я хочу передать им все, чем я обязан, как юноша и муж, как солдат и правитель, как любовник, отец и сын, как страдалец и весельчак великому Софоклу. Хоть раз перед смертью вылить все, что у меня накопилось на сердце, зная, что оно тут же переполнится снова восторгом и благодарностью. Да, вот это был человек, и труд его был трудом человеческим. Он дал нам ответ на извечный вопрос. Дело не в том, что боги отказали ему в помощи, хотя они ему и не помогали. Это не в их обычае. Если бы они не были от него скрыты, он так не напрягал бы свой взор, чтобы их отыскать. Я тоже шел через высочайшие Альпы, не видя перед собой низги, но у меня не было его самообладания. Он умел жить так, словно Альпы были всегда тут перед ним. А теперь и Катул мертв. Раздел 50-й Цезарь Кефириди 1 ноября Можете себе представить, любезная госпожа, как неловко человеку в моем положении обращаться с просьбой к тем, кого он глубоко почитает, ибо в его просьбе могут прочесть нежелательное для него понуждение. Предположите, что я занимаю то же место, что и тогда, когда я имел честь с вами познакомиться, и вы впервые вызвали во мне восхищение, которое со временем лишь возросло. Жена моя учится отвечать на вопросы, которые будут ей заданы во время декабрьских церемоний. Мне разрешено ее обучать, но лишь в тех пределах, какие допускает тайна этих обрядов. Могу ли я просить вас уделить нам несколько часов и научить ее, как произносить ответы и как себя держать в соответствии с их торжественным характером? Так как египетская царица тоже будет присутствовать на этой церемонии, хоть и не до конца, я был бы крайне признателен, если бы вы позволили ей разделить с моей женой те часы, которые вы сможете им подарить. Меня чрезвычайно обрадовало, когда я случайно узнал, что вы близкий друг Луцием Амилия Турина и иногда посещаете его на острове Капри. Он желает, чтобы о нем как можно реже упоминали, и даже простая ссылка на него придает моему письму некую секретность. Счастлив же я не только потому, что вы наслаждаетесь его дружбой, а он вашей, но еще и потому, что через вас и, надеюсь, госпожа, что и через меня, этот гений, если можно так выразиться, проявит себя в мире, хотя нам и не дозволено называть его имя. Разве не удивительно, что человек, попавший в такое безнадежное положение и вынужденный сносить его последствия, сохранил твердость духа? Но что такая беда произошла с человеком, который превосходил всех людей мудростью, так же, как он превосходил их и в том, что мы зовем красотой души, кажется мне поистине непостижимым. Остров Капри вызывает во мне чувство, которое я могу назвать только благоговением, а то, что не я один отражаю свет этого гения, меня не только радует, но и приносит облегчение. Между мной и моим другом многое остается невысказанным, в том числе существует немой уговор, я не получаю писем от него и могу посещать его только раз в год. Иногда меня печалят эти ограничения, но с годами я все больше начинаю понимать, что в них, как и во всем, сказалась его почти сверхчеловеческая мудрость. Так как речь у нас зашла о великих людях, я прилагаю список последних стихов Гая Валерия Катулла, умершего ночью пять дней назад. Раздел пятьдесят первый. Царица Египта Памятка министру иностранных дел 6 ноября Царица Египта довольна получными от вас донесениями, особенно вашими отчетами от 29 октября и 3 ноября с прилагаемыми к ним документами. Царица приняла к сведению список очагов недовольства. Далее следует замечание Клеопатры относительно 12 лиц или групп от которых следует ждать попыток устроить государственный переворот или убить диктатора. Среди возможных заговорщиков нет имен Каски, Кассия или Брута. Эти материалы найдут отражение в книге четвертой. В дополнение царица обращает ваше внимание на следующие обстоятельства. Первое Донесение источника 14 Абра ничего не стоит. Ее простодушие показное. Нетрудно добиться от нее более ценных сведений, пригрозив, что ее разоблачат, а также применяя другие методы воздействия. Второе Уверены ли вы, что доподлинно знаете причины исчезновения диктатора с моего приема 27 числа? Его дежурство у Адра Ахальника Стихоплета не кажется мне достаточным объяснением. Третье Надо приложить все силы к тому, чтобы внедрить своего агента в дом Марка Антония. Возвращаю собранные вами доказательства его измены диктатору в 46 Их следует хранить вместе с документами, которые вы особенно тщательно оберегаете от кражи или изъятия. Прочие материалы, найденные у него дома, оставляю у себя. Четвертое Портниха Мопса Добудьте поскорее полные сведения о ее жизни, происхождении, знакомствах и прочем, а также расписание деловых визитов на этот месяц. Она придет ко мне семнадцатого шить одеяние для таинства доброй богини. Пятое Задание на эту неделю пристально следить за госпожой Клодией Пульхрой и ее братом. Какие толки идут по поводу ее отъезда в деревню? Когда она возвращается в Рим? Донесение Сосигена, египетского астронома, неудовлетворительно, разъясните ему, зачем вести слежку. Я тоже думаю, что Клодий Пульхр пытается соблазнить жену диктатора. Следите за этим очень внимательно, не сомневаюсь, что они поддерживают связь через источник четырнадцатый. Сообщите ваше соображение, как можно это использовать. В награду за усердие и ловкость, которые вы проявили в столь трудном деле, я охотно предоставляю вечное пользование вам и вашим потомкам Сосебенский Оазис вместе со всеми его доходами и податями, кроме указанных в эдиктах в сорок четвертом и сорок седьмом. Ограничения на сборы, взимаемые областными чиновниками и землевладельцами с крестьян, а также на плату за водопой верблюдов в источниках и реках. Раздел пятьдесят второй. Помпея Клодии 12 ноября. Дорогой мышоночек, я так по тебе соскучилась. Никто не понимает, зачем тебе вздумалось забираться в глушь, когда в городе столько всяких событий. Я спрашивала мужа, что за интерес для тебя в этой математике, а он говорит, что ты сильна в таких делах и знаешь все на свете про звезды и чем они занимаются. Ручаюсь гадай хоть десять раз, все равно не угадаешь, кто к нам теперь ходит не реже, чем через день, и как мы проводим время. Клеопатра. А теперь не только Клеопатра, но и актриса Кефирида, и все это затея моего мужа, но разве не странно? Сперва Кефирида пришла учить меня, сама знаешь чему, потом стала приходить и Клеопатра, тоже поучиться этому. В конце урока царица попросила Кефириду продекламировать, и как ты думаешь что? Прямо кровь в жилах стынет, как Кассандра сходит с ума, а Медея вздумала убить своих деток, и как все там умирают. Муж теперь стал рано приходить домой, и все та-та-та, да-та-та-та насчет греческих пьес, потом встает он Агамемнон, Кефирида Клетемнестро, Клеопатра Кассандра, мы с Актевианом изображаем хор, ну а потом все идем ужинать. Ах, дорогая, вот жалость, что тебя нет, мне ведь не с кем посмеяться, они все такие серьезные, а мне ужасно смешно, когда муж вдруг принимается рычать, а Клеопатра становится как бешеная. Честное слово, царица мне даже нравится, конечно, она не такая, как мы с тобой, раньше мне казалось, что она просто уродина, но иногда она делается чуть ли не красавицей, и я ни копельки не ревную, муж обращается с ней совсем как с теткой Юлией. Вчера царица спросила его, когда ты возвращаешься, она надеется, что скоро, потому что ты должна наставить ее в обрядах. Муж говорит, что не знает твоих планов, но думает, что ты вернешься к первому декабря. Душенька, я видела твоего брата, то есть твоего младшего брата, по дороге к озеру Неми, он подъехал к моим носилкам на лошади, он так на тебя похож, что я просто удивляюсь. Люди говорят, будто он человек нехороший, и даже ты так о нем сказала, но я знаю, что это неправда. Дорогая Клаудила, не смей так к нему относиться. Кто же не станет дурным, если ему все время твердят, что он гадкий? Судя по моему письму, ты еще подумаешь, что мне очень весело, но это не так. Я почти не выхожу из дому, и никто, кого бы я хотела видеть, к нам не ходит. Один раз я была у египетской царицы и навестила по случаю беременности жену Брута порцию. Иногда я просто сижу дома и думаю, что лучше мне умереть. Если не живешь, пока молода, когда же еще жить? Я обожаю своего мужа, и он обожает меня, но я люблю общество, а он не любит. Только что мне сказали, что я зря ездила к порции. У нее выкидыш, и значит, мне вовсе незачем было туда тащиться. Раздел 53. Кефирида, Луцию, Мамилю, Турину на остров Капри, 25 ноября. Атмосфера в Риме, дорогой друг, грозовая, беспокойная, языки становятся все острее и злее, но смеха не слышно, что ни день передают рассказы о гнусных проделках и преступлениях, где не столько страсти, сколько безрассудство и распущенность. Раньше я думала, что тревога живет во мне самой, но теперь ее ощущают все. Наш хозяин еще деятельнее, чем всегда, что ни день и дикт. Издаются постановления о ростовщичестве, о том, что все должны чистить улицу у себя перед домом, в мостовую перед судом вделали большую карту, на ней выбиты золотые орлы, обозначающие новые города. Молодые мужья стоят над ней, поглаживая подбородки, решают, где завести новый очаг, во льдах или под палящим солнцем. Я была приняла ваше приглашение приехать на капри, но тут хозяин попросил меня учить его жену и царственную гостью, как вести себя на церемониях в начале декабря. У нас было восемь уроков, которые часто заканчивались чтением отрывков из трагедии, в чем принимали участие все, включая Цезаря, и я почувствовала, как за этими трагедиями разыгрывается подлинная трагедия. Я начинаю понимать эту загадку, брак Цезаря, и вижу, что он держится не на извращенной склонности к молоденьким девушкам, как утверждают злые языки. Цезарь учитель — это его страсть. Он способен любить лишь тех, кого можно учить. В ответ он требует только успехов и тяги к просвещению. От молоденьких девушек он хочет только того, чего Пигмалион просил у мрамора. Насколько я знаю, он трижды был вознагражден своей дочерью, Корнелией и царицей Египта. И много раз получал отпор. Сопротивление, которое ему оказывают сейчас, непреодолимо и сокрушительно. Помпея не настолько глупа, но его метод обращения с ней так неумен, что только пугает ее и лишает последних умственных способностей. Любовь, как воспитательница, одна из величайших сил на свете, но она хрупка и так же редко создает гармонию отношений, как любовь, основанная на чувственности. А будучи безответной, она вносит еще больший разлад, ибо, как и всякая любовь, она безумна. С одной стороны, он любит ее как нежное растение и как женщину, надо видеть, как Цезарь смотрит на женщину, а с другой стороны, он любит в ней ту новую Аврелию или новую Юлию-Марцию, которой она могла бы стать. В его представлении Рим олицетворение женского начала. Он женился на Помпее, чтобы вылепить из нее еще одну живую статую великой римской Матроны. Клеопатра тоже обманула его ожидания. Можно догадываться, как упоительно сочетала она поначалу все качества любимой ученицы. Она еще не перестала ею быть. Я боготворю этого Титана, но я старая женщина, меня уже не воспитаешь. Однако мне понятен тот жадный восторг, с каким она внимает каждому его слову. И вдруг он обнаружил, что не может научить ее самому главному, ибо главное, чему он учит, это мораль, ответственность. А Клеопатра не имеет даже смутного понятия о том, что хорошо, что плохо. Цезарь не осознает своей страсти к учительству. Для него она невидима, как всякая самоочевидность. И поэтому учитель он из рук вон плохой. Он предполагает, что все люди одновременно и учителя, и жадные до знаний ученики, что в каждом бьется живое нравственное начало. Женщины куда более хитроумные учителя, чем мужчины. Меня глубоко трогает, когда я вижу, как великие люди пытаются создать семью там, где никакой семьи быть не может, и продолжают затрачивать безответную нежность на неподходящих жен. Терпение, которое они проявляют, совсем не похоже на терпение, с каким жены относятся к своим мужьям. У тех оно естественно и также не заслуживает похвалы, как честность честных людей. Иногда видишь, как оскорбленные мужья прячутся в свою скорлупу. Они узнали исконное одиночество человека, которого никогда не почувствуют их более удачливые собратья. Такой муж и цезарь. Другая его жена Рим. Он плохой муж обеим, но от избытка мужней любви. Разрешите мне несколько продолжить мысль. Я только недавно поняла слова, которые вы обронили много лет назад. Зло определяет границы личной свободы. Верно, я запомнила. И что оно может быть поисками предела того, что можно уважать. Как глупо, что я не усвоила этого раньше, дорогой господин. Я могла бы сыграть это в Медее и в Клитом Нестри. Да, исходя из этой мысли, разве нельзя сказать, что многое из того, что мы зовем злом, это самая сущность добродетели, старающиеся проникнуть в законы, которые ей управляют. И не это ли подразумевала Антигона, моя Антигона, наша Антигона, когда она говорит в трагедии Софокла в ответ на утверждение Криона, что ее убитый добрый брат не захотел бы, чтобы ее злого брата похоронили с почестями. Кто может знать, а вдруг в загробном мире его злые деяния покажутся безупречными? Вот в чем объяснение безумных выходок Клодии, и если Цезарь будет зевать, Помпея тоже станет искать, где лежат пределы ее любопытству. Природа кладет предел нашим чувствам, огонь обжигает пальцы, сердцебиение мешает бегом карабкаться на горы, но лишь боги могут положить предел вольностям нашего ума. Если же они не желают вмешиваться, мы принуждены выдумывать свои собственные законы, или в страхе бродить по пугающему бездорожью свободы, мечтая найти опору хотя бы в запертых воротах, хотя бы в глухой стене. Авторы фарсов любят шутить, будто жены радуются, когда их бьют мужья. В этой шутке, однако, есть доля истины. Как утешительно знать, что тебя любят настолько, что берутся определить пределы допустимого. Мужья часто оступаются в обоих направлениях. Цезарь тиран и как муж, и как правитель, но вовсе не в том смысле, как другие тираны, которые скупятся дать свободу другим, просто он, будучи недосягаемо свободен сам, не представляет себя, как растет и проявляется свобода в других, поэтому он всегда ошибается и дает то слишком мало, то слишком много этой свободы. Раздел 54. Клодия своему брату из Неттуна. Избранные места из почти ежедневных писем в ноябре. Не приезжая сюда, безмозглый, я никого не желаю видеть. Я очень довольна тем, как живу. В соседнем доме сидит Цицерон, ворчит и пишет лицемерные слезницы, которые он зовет философией. Несколько раз мы встречались, но теперь ограничиваемся посылкой друг другу фруктов и пирожных. Он не смог увлечь меня философией, а я не смогла увлечь его математикой. Он очень остроумный человек, но почему-то никогда не острит со мной. Я его угнетаю. Я целый день ничего не делаю, и тебе со мной будет скучно. Я изучаю числа и могу сутками забывать обо всем, кроме них. В науке о бесконечном есть такие свойства, какие никому и не снились. Я напугала сосед гена. Он говорит, что они опасны. Я очень на тебя сердито. Зачем ты попросил старика Орлиного клюва запретить пьесу? Унижение чувствуешь только тогда, когда обращаешь внимание на подобные вещи. Поймешь ли ты наконец, что злобные люди довольны вдвойне, когда их выпады насранят? Ты прав. Обидно, когда тебя обвиняют во множестве преступлений, которых ты не удосужился совершить. Я действительно покинула своих дорогих родителей при первой же возможности, но я и пальцем не шевельнула, чтобы им досадить. Я не только не убивала моего бедного мужа, я на коленях молила его не убивать себя обжорством. Я никогда не трепетала от страсти ни к тебе, ни к додо. Напротив меня поражали портовые девки, которые умудрялись находить тебя привлекательной. Что же касается последнего вопроса, смерти Катулла, запрещаю тебе когда-нибудь о нем поминать. Все это так сложно, что никто тут ничего не поймет, и я не хочу, чтобы об этом говорили. Однако хуже всего не то, что тебя облыжно обвиняют в преступлениях, а что потом тебе не имется эти обвинения заслужить. Тебе тут же хочется сотворить нечто неслыханное, отчего небу станет жарко. Конечно, меня злит молва, что это Онди заставил меня уехать в деревню. Хоть это и полная чепуха, такая сплетня бесит меня больше, чем все остальные вместе взятые, но я и не подумаю вернуться в город только для того, чтобы ее опровергнуть. 27 ноября Приезжай в Ниттуно, публик. Я больше выдержать здесь не могу, а в город возвращаться еще рано. Ради Бога, приезжай, только никого с собой не привози. Безделье вызывает тягостные мысли об уходящем времени. Вот что в нем хуже всего. А меня оно заставило предаться воспоминаниям, словно я уже старуха. Вчера я не могла заснуть, встала и сожгла все свои математические записи, потом бросила в огонь все письма, полученные за десять лет. Сосиген вился вокруг, как старый комар, пытаясь меня удержать. Выезжай сразу же, как получишь это письмо. У меня есть идея. Марку Антонию не удалось совершить еще невиданный в Риме подвиг, ну так я придумала другой. Мопса здесь мастерит мне новое одеяние и тюрбан для сам знаешь чего. 28 ноября Надеюсь, это письмо тебя не застанет и ты уже в пути. Если нет, выезжай немедленно. Я только что получила письмо от диктатора с просьбой вернуться в Рим и приступить к обучению египетской царицы. Он пригласил меня 2 декабря на обед. Раздел 55 Клеопатра Цезарю 5 декабря Великий Цезарь, я сообщаю вам эти сведения, отлично сознавая, что вы можете привратно истолковать мои побуждения. Полтора месяца назад я рассказала бы вам все не колеблясь и поэтому я решаюсь на этот шаг. Госпожа Клодия Пульхра заказала 2 одеяния и тюрбаны для церемоний, которые должны состояться ночью 11 декабря. Она намерена обредить в одной из них своего брата и ввести его к вам в дом. Ваша жена знает об этом, что доказывает ее письмо, попавшее мне в руки. Раздел 55 А Цезарь Клеопатрия Обратной Почты «Благодарю вас, великая царица. Я обязан вам многим, но сожалею, что вынужден быть вам признательным и за то досадное сообщение, которому вы привлекли мое внимание». Раздел 56 Алина, жена Корнелия Непота, сестре своей постумии, жене Публия Цекциния из Вероны 13 декабря. Несколько слов наспех, дорогая постумия. В Риме страшный переполох, такого никогда еще не было. Общественные места закрыты, а большинство торговцев даже не отпирают лавок. До тебя уже верно дошли слухи, что Клодия Пульхра ввела своего брата, переодетого в висталкой, на таинство доброй богини. Когда его поймали, я была в нескольких шагах от него, говорят, будто первая заметила его госпожа Юлия Марция. Песнопения и молитвы продолжались уже час. Несколько женщин кинулись к нему и сорвали тюрбаны повязки. Таких воплей никто еще не слышал. Одни принялись его избивать, другие суетились, спеша прикрыть святыни. Конечно, сколько ни кричи, ни одного мужчины поблизости не было, но потом появились стражники, подняли его и вытащили стянающего, залитого кровью вон. Дальше ехать некуда, право, не знаю, что тут скажешь. Все так и твердят, дальше ехать некуда. Люди даже говорят, ну раз так, пусть Цезарь переводит Рим в Византий. Сейчас бегу в суд. Цицерон вчера произнес потрясающую, просто замечательную речь против Клодия и Клодии. В свидетели вызывают самых разных людей и кругом ходят всевозможные слухи, кое-кто думает, что к этому причастна царица Египта, ведь Клодия наставляла ее в обрядах, но царица не здоровилась и она не явилась на церемонии. Самое странное тут поведение Цезаря. Как верховный понтифик он должен был сам вести следствие, но сразу же отказался принимать в нем участие, а ведь его жена виновна не меньше тех двоих, это факт. Вот ужас-то, просто ужас. Только что пришел муж, говорит, будто родственники Помпеи, человек двадцать, вчера вечером ходили к Цезарю уговаривать его выступить в защиту жены. Кажется, он был очень спокоен, выслушивал их целый час, потом встал и сказал, что не намерен появляться в суде, может быть, Помпея тут и не замешана, но женщине в ее положении нужно вести себя так, чтобы быть выше всяких подозреваний. Уже одно подозрение настолько пагубно, что он разведется с ней завтра же, то есть сегодня. Дорогая, бегу в суд, может, и мне придется давать показания. Странное чувство испытываешь, когда бежишь по улицам города, будто опозорен сам город, и всем нам лучше отсюда уехать. Книга четвертая Раздел 57 Сервилия из Рима своему сыну Марку Юнию Бруту 8 августа. Письмо это застало Брута в Марселе, откуда он возвращался в Рим, закончив службу в качестве наместника ближней Галлии. Возвращайся, Марк, возвращайся в город, где все взоры обращены на тебя. Герой, чье имя ты носишь, Юнии Брут, изгнавший Торквиния, живет в тебе, если не в крови, то в сердце, и его долг лег на твои плечи. Вернись в город, чье здоровье твое здоровье, и чья свобода твоя свобода. Римляне снова взывают к Бруту, и все взоры устремлены на тебя. Человек, который вызвал ярость Рима, не маленький человек. Человек, который душит Рим, велик во всем, но более всего велик он в своих прегрешениях. Убийца не должен уступать величием убитому, не то Рим будет порабощен вдвойне. Есть лишь один римлянин, достойный стать с ним вровень, и все взоры устремлены на тебя. Рука, которая его поразит, должна быть бесстрастной, как правосудие. Долг тирана-убийцы святой долг, еще нерожденные поколения вспомнят о нем со слезами благодарности. Приди и взгляни на него, воздай ему честь, которую он заслужил. Взгляни на него, как великий сын смотрит на великого отца, и ударом не одного человека, а десяти тысяч убей его. Помня о ребенке, который скоро должен у тебя родиться, подними руку и нанеси удар. Раздел 57-й А. Брут сервилии. Возвращая ей письмо. Письмо принадлежит себе. Я прочел его, но это не делает его моим. Слова, которыми ты толкаешь меня на убийство моего друга и благодетеля достаточно ясны. Слова же, которыми ты бросаешь тень на мое происхождение, неясны. К двадцати годам, моя госпожа, каждый мужчина должен сам себе быть отцом. Отец его по плоти имеет большое, но все же меньшее значение. Однако те, кто ставит отцовство под сомнение, должны подтверждать свои слова клятвой, самой священной клятвой и выражаться при этом ясно. Ты так не поступила. Тем самым я вдвойне утратил то уважение, которое я к тебе питал. Раздел 57-й Б. Заметки Корнелия Непота о беседе с Цицероном. Я выбрал подходящий момент, чтобы задать ему вопрос, который вот уже тридцать лет хочет задать ему весь Рим. Скажите, мой друг, каково ваше мнение? Марк Юний Брут, сын Юлия Цезаря. Он сразу протрезвел. Корнелий, сказал он, слово мнение надо употреблять с осторожностью. Имея доказательства, я отважусь сказать, это мне известно. Имея ограниченное число доказательств, я отважусь сказать, что имею на этот счет мнение. Обладая еще меньшими доказательствами, я отважусь лишь высказать предположение. В таком вопросе, как этот, у меня нет достаточных оснований даже для них. Но, допустим, однако, что у меня есть предположения. Неужели я выскажу их вам, ведь вы, несомненно, включите их в свою книгу? А в книге предположения почему-то больше выпирают, чем факты. Факты можно опровергнуть, их можно перетолковать, а предположения не так-то легко отбросить. История, которую мы читаем, как правило, лишь цепь предположений, прикидывающихся фактами. Сын ли Цезаря Марк Юний Брут? Поставим вопрос так. Знаю ли я или считаю ли я, что в такое родство верят Брут, Цезарь или Сервилия? Брут один из моих ближайших друзей. Цезарь? Цезарь, человек, за которым я пристально наблюдаю уже тридцать, нет, уже сорок лет. Сервилия? Что ж, когда-то делалась попытка женить меня на Сервилии. Давайте взвесим этот вопрос. Я видел первых двух вместе несчетное число раз, и могу утверждать, что никогда не замечал между ними ничего, что могло бы навести на мысль о подобном родстве. Цезарь высоко ставит Брута. Он питает к нему привязанность, молчаливую привязанность старшего к высокоодаренному младшему. Быть может, правильнее было бы сказать невольную привязанность. Он испытывает к нему даже нечто вроде страха, или, по крайней мере, послушайте, Корнелий, разве нас, старших, всегда радует то, что в будущих поколениях появятся блестящие историки или ораторы? Разве нам не кажется, что наши преемники обязаны быть хуже нас? Кроме того, Цезарь всегда держался на расстоянии от людей неподкупных и независимых, от всей горсти таких, от всей горсточки таких людей. Надо ли повторять, что Цезарю неприятно обществу людей одаренных, или, вернее, обладающих и способностями, и благородством характера? Да, это так. Да-да, это так. Он благоволит к людям одаренным, если они бессовестны, и к людям высоконравственным, если они не от мира сего, но не выносят того и другого вместе. Он окружил себя негодяями, ему нравится беседовать с ними, нравятся их шутки, всех этих негодяев, Оппи, Мамурры, Милона, а в делах он сотрудничает с такими, как Ази Неполеон, честными, преданными посредственностями. Отношение же Брута к Цезарю ничем не отличается от его отношения ко всем нам, людям старшего возраста. Брут никого не любит, не любил и не будет любить, кроме, конечно, своей жены, а из-за нее отчасти и своего тести. Вы же знаете, это бесстрастное, красивое лицо, эту размеренную речь, эту суровую вежливость. Если бы он думал, что Цезарь его отец, или хотя бы это подозревал, нет, не верю, я видел, как он благодарил Цезаря за покровительство, я видел, как он спорил с Цезарем, да что там, я видел, как он представлял Цезарю свою жену. Цезарь законченный лицедей, мы никогда не узнаем, что он думает, Брут отнюдь не лицедей, и я могу поклясться, что такое родство даже не приходит ему в голову. Теперь остается предположить, что думает об этом Сервилия. Но прежде чем перейти к ней, надо добавить вот что. Тридцать лет назад многие были уверены, что их сожительство факт несомненный, сроки, так сказать, подтверждают это отцовство. В то время Цезарь укреплял свою политическую карьеру серией продуманных двойных любовных связей. Женщины тогда играли гораздо большую роль в республике, а Сервилия выделялась своим блестящим политическим умом не только среди патрицианок, но и среди патрициев. Она могла влиять на политику двадцати глупых и неустойчивых мультимиллионеров. Ей достаточно было им подсказать, чего им в очередной раз надо бояться. Не судите о Сервилии тех лет по сегодняшней Сервилии. Сегодня это просто обезумевшая интриганка, которая запуталась в самых нелепых противоречивых идеях и забрасывает город анонимными письмами весьма прозрачного происхождения. Климат Рима испортился для женщин. Даже о Клодии десятилетней давности не стоит судить по теперешней Клодии. Рим двадцать тридцать лет назад был ареной, где подвязались властные женщины. Вспомните мать Цезаря, мать Помпеи, тетку Цезаря. Их мало что занимало, кроме политики, и они не разрешали своим мужьям, любовникам, гостям и детям думать ни о чем другом. Люди теперь делают вид, будто их возмущает, что их матери и бабушки по много раз выходили замуж и разводились из чисто политических соображений. Они забывают, что эти невесты не только приносили мужьям богатство и полезные семейные связи, все тогда знали, что жена сама по себе политический вождь. Да ведь когда борьба между Суллой и Марием достигла своего апогея, отравления так участили, что бывало дважды подумаешь, стоит ли пойти пообедать к родной сестре. И представляете, каким искусством должен был обладать Цезарь, чтобы переходить из постели одной воинственной Клитомнестры в постель другой. Как ему это удавалось, так никто и не знает, но самое замечательное, что все его возлюбленные до сих пор его обожают. Часто в обществе одной из этих пожилых Матрон я принимался его хвалить, и что же, я замечал, как, затаив дыхание и чуть не падая от переполняющих ее чувств, мне внимает бывшая юная дева, убежденная, что она одна была музой этой царственной судьбы. Тут Цицерон разразился смехом, поперхнулся, и мне пришлось стукнуть его по спине. И заметьте, продолжал он, Цезарь, которому в браке удалось произвести на свет лишь одного ребенка, вне брака весьма справедливо заслужил прозвище отца своей страны. Думаю, что он почти наверняка пытался привязать к себе влиятельных возлюбленных при помощи детей. Часто замечали также, что когда его пассия объявляла ему, что она беременна, вы меня слушаете, и когда Цезарь был убежден, что он и впрямь отец будущего чада, он щедро за это расплачивался, вручая даме подарок, и весьма ценный притом. Не забывайте, что в те годы, о которых мы говорим, Цезарь был нищим. Да, в течение двадцати решающих лет своей жизни Цезарь был расточителем, не имеющим доходов, щедрым на чужое золото. Далее следует рассуждение Цицерона об отношении Цезаря к деньгам, уже приведенное в документе двенадцатом. Как бы там ни было, Цезарю удалось спустить в оборот столько денег своих друзей, что он смог подарить Валумнии Андромаху Апеллеса, куда как подходящий сюжет для неверной жены, самое великое произведение живописи в мире, хотя и выленившее подобие того, чем оно было первоначально. Можно ли сомневаться, что ее дочери-близнецы отпрыски Цезаря? Разве это не тот же нос, повторенный дважды? А Сервилии он подарил розовую жемчужину, которую она носит словно святыню на каждом празднике в память основания Рима. Это самая большая жемчужина в мире, и в свое время о ней только и говорили. Малоаппетитная грудь, на которой она ныне покоится, как вызов законам против роскоши, была когда-то, мой друг, не менее прекрасной, чем эта жемчужина. И не награда ли это за появление на свет Марка Юния Брута? Этого мы никогда, никогда не узнаем. Раздел 58 Цезарь из Рима Бруту в Марсель 17 августа с Нарочным Стоит ли говорить, с каким удовлетворением я узнал из разных источников, насколько образцово ты справился со своими высокими обязанностями. Надеюсь, моя похвала приятна тебе по двум причинам. Во-первых, потому что тебя хвалит друг, который радуется и гордится всем, что ты делаешь. Но, главное, потому что я и сам слуга Римской Республики, который переживает ее обиды и радуется, когда ей примерно служат. Клянусь бессмертными богами, я хотел бы слышать, что во всех других провинциях также царит правосудие, также неусыпно пекутся о подданных и также энергично исполняют законы. Тысячам людей, пробужденным от дремоты варварства, ты внушил любовь и почтение к Риму. Страх же к нему ты вселял лишь в той мере, в какой все мы должны чувствовать трепет перед законом. Возвращайся, мой юный друг, на родину. Она ждет от тебя все более важных услуг. Письмо это предназначено лишь для тебя. Уничтожь его сразу же. Не торопись с ответом, нарочный подождет, сколько понадобится. Я не считаю, что при республиканском строе вождь обязан выбирать или назначать себе преемника, равно как и не считаю, что глава республики должен быть облечен диктаторскими полномочиями. Однако же я диктатор и убежден, что власть, которую я был вынужден взять, необходима стране, а также что назначение преемника сможет уберечь государство от новой изнурительной гражданской войны. Мы с тобой много и подолгу беседовали о природе власти и о том, насколько в данное время римским гражданам можно доверить самоуправлением. В какой степени они способны самостоятельно править, мы с тобой не всегда сходились во мнении. Я назначил тебя на пост, который ты сейчас покидаешь, чтобы на повседневной административной работе ты понял, до какой степени рядовые люди полагаются на вышестоящих. Теперь я хочу, чтобы ты занял такую же должность в столице и проверил эту истину на наших италийских согражданах. Я хочу, чтобы ты стал притором. Я назначаю на ту же должность вместе с тобой твоего зятя, Кассия. Я хочу, чтобы ты был притором в столице. Это пост более трудный, больше на виду у народа и ближе ко мне. Как я уже говорил, помня нрав наших граждан и политическое положение на полуострове, я считаю своим долгом назначить себе преемника. Правда, в моем положении я могу только его предложить, но не могу узаконить. Только одного не в силах знать, человек, это будущего. Преемник должен утвердиться сам. Однако у меня есть возможность, буду я жив или мертв, оказать помощь тому, кто придет следом за мной. прежде всего открыть ему, как правят государством, и поделиться сведениями и опытом, которых он нигде больше не сможет получить. В качестве римского притора все это будет себе доступно. Мне каждый день дают понять, что жизнь моя постоянно висит на волоске. Я не желаю принимать предосторожности, которые, обезопасив меня от врагов, ограничат мое передвижение и отравят мою душу страхом. В течение дня убийце нетрудно найти подходящее время, чтобы меня уничтожить. Сознание опасности вынуждает меня подумать о преемнике. Умирая, я не оставлю после себя сыновей. Но даже если бы они у меня и были, я не считаю, что политическую власть следует передавать от отца к сыну. Она должна принадлежать только тем, кто дорожит общественным благом и обладает способностью и умением управлять. Я верю, что ты наделен и любовью к обществу и способностями им править. Опыт же я смогу тебе передать. Теперь решай, хочешь ли ты взять на себя верховную власть. Прошу тебя сообщить мне свои соображения. Раздел 58а Брут Цезарю Ответ с тем же нарочным Благодарю за высокую оценку моей службы. Благодарю за помощь, оказанную во время исполнения моей должности. Я принимаю пост притора Рима и, надеюсь, заняв его, сохранить то доброе мнение, которое позволило вам мне его предложить. О том более высоком посте, о котором вы пишете, я не желаю даже думать. Причина моего отказа содержится в вашем собственном письме. Разрешите привести ваши слова. Я не считаю, что при республиканском строе вождь обязан выбирать или назначать себе преемника. Место Цезаря может занимать только Цезарь. Опустеет оно тогда и самодолжность и единовластие тоже исчезнут. Пусть бессмертные боги надолго сохранят вас, дабы вы могли править страной, как вы один это умеете. Когда же вы покинете свой пост, да сохранят они нас от гражданской войны. Другие причины моего отказа касаются только меня лично. С каждым годом я чувствую, что меня все больше влечет к изучению философии. Послужив какое-то время вам и государству в качестве притора Рима, я попрошу освободить меня, ибо хочу целиком отдаться науке. На этой стезе я надеюсь оставить по себе память, достойную наших римских традиций и вашего доброго мнения обо мне. Раздел 59 Цезарь Порции жене Марка Юния Брута в Рим 18 августа Спешу доставить себе удовольствие и сообщить вам, что несколько дней назад я отозвал вашего супруга назад в столицу и отозвал я его не без сожаления, потому что те, кто любит Рим, несомненно, пожелали бы, чтобы он навсегда остался в Ближней Галлии и продолжал также отменно служить ей, как он это делает сейчас. Позвольте повторить вам то, что я ему недавно писал. Клянусь бессмертными богами, я хотел бы слышать, что во всех других провинциях также царит правосудие, также неусыпно пекутся обо всех подданных и также энергично исполняют законы. Разрешите сказать вам, что все имеющее касательство к вашему дому затрагивает и меня лично. Никакие разногласия не смогли пошатнуть глубочайшего уважения, которое я питаю к людям наиболее вам близким. Порция была дочерью Катона-младшего. До меня дошли слухи, что вы ждете ребенка. Не вы одна госпожа, а весь Рим ожидает появления на свет потомка таких благородных родов. Я рад, что отец ребенка будет с вами в столь знаменательный час. Раздел 59-й А. Порция Цезарю. 19 августа. Порция жена Марка Юния Брута выражает свою благодарность диктатору Каю Юлию Цезарю за его любезное письмо и за участие в том радостном событии, о котором он мне сообщает. Раздел 59-й Б. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилю Турину на Капре приблизительно 21 августа. 947-е Никому из нас не чужда зависть. У меня для зависти только три повода, если можно так назвать, три объекта моего восхищения. Я завидую твоей душе, певческому дару Катулла и Бруту из-за его новой жены. О первых двух я тебе уже подробно писал, хотя, наверное, вернусь к ним еще. Третий объект стал недавно занимать мои мысли. Я заметил ее еще тогда, когда она была женой моего друга, этого тщеславного растяпы, Марка Кальпурния, Бибулла. Как поразительно идет женщине молчаливость. Не та молчаливость, которая выражает рассеянность и пустоту, хотя и такая встречается редко, а умение молчать ни на миг не теряя внимания. Оно украшало, как мою Корнелию, я ее звал мое говорящее молчание, так и мою Юлию, давно умолкнувшую и молчащую даже в моих снах, украшает и порцию катоном. Но когда их что-нибудь побуждало заговорить, кто с ними мог сравниться в красноречии или остроумии? Они могли разговаривать о самых ничтожных домашних делах, и даже Цицерону в Сенате не удавалось так захватить своих слушателей. Раздумья, полные зависти, объяснили мне, почему это происходило. Банальность непереносима в устах того, кто придает ей значительность. Однако вся наша жизнь в ней погрязла. Значительная обрастает со всех сторон бесчисленными банальностями, а банальность имеет лишь что достоинство, что существует и существует повсеместно. По самой своей сути, женщины-хранительницы огромного числа таких важных незначительностей. Воспитание детей кажется мужчине-рабством значительно более тягостным, чем скотоводство, и более раздражающим, чем ночевка среди мышкары в египетской пустыне. Молчаливая женщина умеет мысленно отделить мелочи, которым надлежит кануть в лету, от мелочей, еще заслуживающих внимания. Считается, что завидовать другому из-за его жены не сулит мира, однако у меня эта зависть носит вполне мирный характер. Пока был жив Бибул, я часто бывал у него дома, и завидовал его вечерам в атмосфере размеренного покоя. Когда Бибул умер, у меня появились далеко идущие планы, но всякие попытки в этом направлении казались невозможными. У Брута, несомненно, тоже были далеко идущие планы. Его очень порицали за развод с Клавдией, дочерью Апиа Клавдия, дальней родственницей Клодии. После столь долгого брака, но я его понимал, и теперь весь Рим видит, что такому счастью может позавидовать самый суровый стоик, а самый бдительный диктатор его простит. В результате этого брака усилилась единственная оппозиционная партия аристократов, которая и правда пользовалась широкой народной поддержкой. Брут женился на своей двоюродной сестре, его мать Сервилия приходилась сестрой отцу порции Катону младшему. Кассий и Лепит были женаты на единоутробных сестрах Брута, дочерях Сервилия от ее предыдущего брака с консулом Силаном, обе они пользовались очень дурной репутацией. «Можно ли сравнить порцию с твоей или моей матерью и моей теткой? Не знаю, правда, в ее добродетели есть та прямолинейность, которая так вредит ее мужу и отцу людям мрачным, можно лишь пожалеть о суровости, которую породило отвращение к своей развратной среде, она слишком быстро обретает нравоучительность и самодовольство. Мне приятно вспомнить, что мой юный друг Брут не всегда был таким твердокаменным моралистом, некогда он вздыхал у ног несравненной актрисы Кефириды и нажил богатство, выжимая соки из киприотов и каппадокийцев. Я был в тот год консулом и с трудом спас его от громкого процесса о вымогательстве. Да, эти моралисты праведны из чувства отвращения, отсюда их прямолинейность. Дай бог, чтобы это говорящее молчание оказывало благое влияние на прекрасного и благородного Брута. Игра слов по латыни «брутус» и уродливый и низкий. Раздел шестидесятый. Листовка заговорщиков. Нижеследующая листовка или письмо по цепочке разошлось в тысячах экземпляров первой половине сентября сорок пятого года по всему полуострову. Первая из них появилась в Риме первого сентября. Совет двадцати римлянам, достойным своих предков. Готовьтесь свергнуть тиранию, под которой стонет наша республика. Отцы наши умирали за те свободы, которые отнял у нас один человек. Образован совет двадцати. Он дал клятву у алтарей и знамения говорят, что дело его правое и увенчается успехом. Пусть каждый римлянин, получивший этот листок, перепишет его пять раз. Постарайтесь, соблюдая тайну, передать эти копии в руки пятерым римлянам, которых вы считаете своими единомышленниками или тем, кого вы можете привлечь на нашу сторону. Пусть они сделают также по пять копий. Ждите следующих листовок. Со временем мы перейдем к более решительным действиям. Смерть Цезарю за нашу Родину и наших богов. Молчание и решимость. Совет двадцати. Раздел шестидесятый А. Ози Неполеон Цезарю. Заключительная часть, приведенного в документе четырнадцатого донесения Палеона Цезарю из Неаполя от восемнадцатого сентября. Я пересылаю военачальнику тринадцать копий листовки, полученных за последние шесть дней. Три на квартиру в Пазелину и десять сюда. Военачальник заметит, что пять из них явно написаны одной рукой, хотя почерк пытались изменить. Квинт Котто получил шестнадцать листовок, Люци Мелла десять. Подрывная работа велась в здешних местах и среди простого народа, то есть среди тех, кто не умеет ни читать, ни писать. Среди них распространяли камешки и раковины, на которых написано двадцать С. С. Совет двадцати смерть Цезарю. Мой вестовой собрал много таких, уверяет, будто к ним относятся скорее с негодованием, чем с энтузиазмом, и поэтому стали распространять другие камешки с надписью двадцать С. С. Совет двадцати. Надписи выцарапывают на мостовых, на стенах и прочее. Я не смею давать советовый начальнику, какими мерами пресечь эту деятельность. Сообщу, однако, к чему пришли при обсуждении этого вопроса Кота, Мела, Аппи, Турбати и я. Первое. Движение началось в Риме. В Неаполе первые листовки появились на пятнадцать дней позже. Второе. Задержаны три раба, распространявшие эти письма. Их подвергли пытке. Двое заявили, что нашли листовки, адресованные нам, в общественных местах. Одна старуха нашла листовку на лотке с финиками, которыми она торговала, и решили доставить по адресу в расчете на вознаграждение. Широкое распространение листовок основано на обычае делать подарки тем, кто приносит письма. Третий раб сказал, что письмо, адресованное мне, дала ему на набережной женщина, закутанная в покрывало, и заплатила за доставку. Третье. Люди, затеявшие это делом, вряд ли принадлежат группе Клодии Пульхры, она не обладает для этого ненастоящей хитростью, невыдержкой или к недовольным из окружения кассии и каски, которые ограничились бы небольшой группой заговорщиков. Желание вовлечь как можно больше участников, отсутствие откровенных призывов к насилию, а также притязание на божественную поддержку, показывают, что тут замешаны люди серьезные и, скорее всего, пожилые. Мы не исключаем возможности, что к таким мерам могли прибегнуть Цицерон или Катон. Четвертое. Трудно представить, как такая цепочка писем может побудить перейти от пассивного сопротивления к активному, однако все мы считаем, что это движение способно нанести ущерб твердой власти и ждем указаний о принятии мер к его подавлению. Раздел 60-й Бэм. Вторая листовка. Она еще шире разошлась по всему полуострову. Первые копии появились в Риме 17 сентября. Второе послание Совета 20-и всем римлянам, достойным своих предков. Каждого римлянина, получившего этого звания, просят снять с него пять копий и, соблюдая полную тайну, передать их тем гражданам, которым они вручили наше первое письмо. Вот наше указание. Начиная с 16-го числа сентября месяца, каждый римлянин и его домочадцы должны по возможности делать покупки в городе, являться в суд и участвовать во всех общественных делах только почетным дням. Кроме того, все живущие в Риме должны усердно приветствовать появление диктатора и сопровождать его во время публичных выступлений. В разговорах следует восторженно поддерживать все его мероприятия, особенно перевод столицы на восток, военный поход в Индию и восстановление царской власти. В нашей следующей листовке мы перейдем к еще более решительным действиям смерть Цезарю за нашу родину и наших богов, молчание и решимость. Совет 20. Раздел 60-й В. Заметки Корнелия Непота. Запись сделана после смерти Цезаря. Осенью 45-го года главной темой разговоров были так называемые цепные письма и приезд к Леопатры. По правде говоря, эту затею с письмами многие тоже приписывали царице Египта. Казалось, в ней есть какое-то восточное коварство, на которое не способен римлянин. Предписание отправлять все общественные обязанности только почетным дням вызвало живой интерес. Поначалу было замечено, что люди деятельны главным образом по нечетным дням, но постепенно это пошло на спад и деятельность явно переместилась на четные дни. Раздел 61-й Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилю Турину 8-го 20-го сентября с приложением копии первой листовки заговорщиков. 979-е Кто-то изобрел новый способ подготовить народ к государственному перевороту и моему убийству. Прилагаю копию одной из прокламаций. Они распространяются по всей Италии тысячами. За последний год не проходило дня, чтобы я не получал новых подробных сведений о том или ином заговоре. Мне приносят списки имен и отчеты о сборищах. Я перехватываю письма. Большинство таких сообществ невероятно беспомощно. Среди участников, как правило, находится один, кто охотно продаст остальных за деньги или расположение начальства. Каждому новому заговору я отношусь с любопытством, я бы даже сказал, с веселым любопытством, но она скоро проходит. Прежде всего я знаю, что рано или поздно умру от руки тирана-убийц. Я не захотел отягощать свою жизнь постоянной вооруженной охраной, а свой мозг вечной подозрительностью и тревогой. Я, конечно, предпочел бы пасть от кинжала патриота, но не защищен и от удара безумца или завистника. А тем временем, заключая в тюрьму, разоблачая, ссылая и убеждая, я пресек те заговоры, о которых мне сообщали. Повторяю, я следил за ними с любопытством, ведь не исключено, что среди замышляющих мою смерть найдется тот, кто прав там, где я ошибаюсь. На свете есть много людей лучше меня, но я еще не видел никого, кто мог бы лучше управлять нашим государством. Если он существует, он, наверное, замышляет мое убийство. Рим в том виде, в каком я его создал, в том виде, в каком я вынужден был его создать, не слишком привольное место для человека, обладающего даром правителя. Если бы я не был Цезарем, я стал бы убийцей Цезаря. Эта мысль до сих пор не приходила мне в голову, но я понимаю, что она верная. Это одно из многих открытий, которые я делаю, когда пишу тебе. Но есть и более глубокая причина, почему мне хочется узнать человека, который меня убьет, хотя узнать его я смогу лишь в последнюю минуту жизни, ибо это снова подводит меня к мысли, которая, как ты знаешь, меня все больше занимает. Существует ли во Вселенной или над ней высший разум, который за нами следит? Меня часто называли любимцем судьбы. Если боги существуют, значит, то положение, которое я занимаю, дали мне они. Они ставят людей на положенные места, но человек, занимающий мое, один из самых заметных их подначальных, так же, как в своем деле Катул, как ты, как в прошлом Помпей, человек, который меня убьет, быть может, прольет какой-то свет на то, что собой представляют боги, ведь он избранное ими орудие. Но когда я это пишу, перо выпадает у меня из рук, наверное, я умру от кинжала безумца. Боги скрываются от нас даже в выборе своего орудия. Все мы отданы на милость падающей с крыши черепицы. Нам остается представлять себе Юпитера, срывающим с крыш черепицы, которые упадут на голову продавца лимонада или цезаря. Судьи, приговорившие Сократа к смерти, не были орудиями богов, не были ими и орел с черепахой, убившие эсхила. Очень возможно, что в последние сознательные минуты я получу последнее подтверждение тому, что все в жизни течет так же бессмысленно, как поток несущий палые листья. Я изучаю каждый новый заговор с любопытством, вот почему еще мне так хотелось бы узнать, что меня смертельно ненавидит человек, чья ненависть бескорыстна. Так редко встречаешь бескорыстную любовь. В побуждениях тех, кто меня ненавидит, я пока что видел лишь зависть, чистолюбивую жажду самоутверждения или самоутешительную жажду разрушения. И, может быть, в последнее мгновение мне будет дано взглянуть в глаза тому, кто думает только о Риме, кто думает только о том, что я враг Рима. 980-982 уже приведенные в документе 8. 983 о погоде, 984 о все большем разрыве между литературной и разговорной латынью и об отмирании падежных окончаний и сослагательного наклонения в просторечие. 985 снова о праве старшего сына на наследование имущества. 986 сопроводительное письмо ко второй листовке. Прилагаю второе воззвание комитета двадцати. Я пока не узнал зачинщиков. Тут пахнет какой-то еще невиданной формой мятежа. С самого детства я присматривался, как ведут себя люди с теми, кто поставлен над ними и может ущемлять их волю. Сколько почтений и преданности, скрывающих столько же ненависти и презрения. Почтение и преданность вызваны благодарностью к вышестоящему за то, что он освобождает их от ответственности за важные решения. Презрение и ненависть злобой к тому, кто ограничивает их свободу. Каждый день и каждую ночь даже самый кроткий человек хотя бы бессознательно становится убийцей тех, кто его подчиняет. В юности я бывал поражен, осознав, что и во сне, и наяву способен мечтать о смерти своего отца, своих наставников и своих учителей, к которым я, хоть и не всегда, но питал искреннюю любовь. Поэтому я с некоторым удовольствием слушал песни, которые распевали мои солдаты у походных костров. На каждые четыре прославляющие меня как божество всегда бывало пятое, поносившее меня за идиотизм, старческое сладострасти и немощь. Эти песни распевались громче всего, и лес звенел от счастливого предвкушения моей кончины. Я не чувствовал ни малейшей злобы. Мне было чуть-чуть смешно, и я ощутил быстрое приближение старости, когда узнал, что даже Марк Антони и Долабелла на какое-то время примкнули к заговорщикам, замышлявшим мою гибель. Начальник, которого они любили, вдруг слился в их представлении со всеми начальниками, которых они ненавидели. Ведь только собака никогда не кусает своего хозяина. В таком противоречии душевных побуждений одна из движущих сил нашей жизни, и не нам ее одобрять или порицать, ибо, как все наши главные побуждения, она приносит одновременно и зло, и добро. И этим лишний раз подтверждается мое убеждение, что умом прежде всего движет желание неограниченной свободы, а это чувство неизменно сопровождается другим паническим страхом перед последствиями такой свободы. Раздел 62 Заметки Катула, обнаруженные тайной полицией Цезарем, поступили к диктатору 27 сентября. Эти беглые заметки были набросаны на оборотной стороне листов с отрывками из стихов поэта и на грифельных досках, и там и тут они были небрежно стерты. Был образован комитет 10. Этот комитет 20 принес клятву алтарей, начиная с 12 будущего месяца сентября, по нечетным дням месяца воздержаться от всех, неуклонное присутствие при всех публичных появлениях диктатора, выражение безудержной лести, раздел 62 А. Цезарь Катулу 27 сентября До меня дошло, что кое-кто из ваших друзей затеял выпуск серии документов, имеющих целью свергнуть правительство данной республики. Я считаю эти попытки скорее мальчишеским заблуждением, чем преступным умыслом. Ваши друзья должны были заметить те меры, которые я уже принял, чтобы обезвредить их и выставить на всеобщее осмеяние. Однако на меня оказывают давление, чтобы я публично наказал виновных. Мне трудно поверить, что вы принимали участие в такой наивной попытке вершить общественные дела, но есть доказательства, что вы во всяком случае были о ней осведомлены. Во имя моей долголетней дружбы с вашим отцом я хочу проявить снисхождение к этим заблуждающимся молодым людям. Я отдаю их судьбу в ваши руки. Если вы заверите меня, что их участие в распространении подметных писем будет положен конец, я сочту инцидент исчерпанным. Я не желаю ничего слышать в защиту их действий. Одного вашего заверения будет достаточно. Вы сможете его дать послезавтра, когда, как мне сказали, мы встретимся на обеде у Публия Клодия и госпожи Клодии Пульхры. Раздел 62-й Б. Катул Цезарю 28 сентября. Письма, о которых вы говорите, задумал я один, и первые копии разослал также я один. Никакого комитета двадцати не существует. Разумеется, диктатору мог показаться наивным способ, которым я хотел напомнить римлянам о все большем сужении их свобод. Его власть безгранична, так же, как и его ревнивое отношение к любой свободе, кроме своей собственной. Его власть разрешает ему даже рыться в личных бумагах граждан. Я прекратил сочинять письма, так как они потеряли всякий смысл. Раздел 62-й В. Третья листовка заговорщиков, написанная Юлием Цезарем. Говоря, будто листовки потеряли всякий смысл, Катул подразумевает, что страну наводнили письма, написанные в подражании его собственным. Граждане растерялись и все меньше испытывали к ним интерес, поэтому заговор быстро сошел на нет. Третья листовка, появившаяся через несколько дней после второй, имела самое широкое хождение в народе. Совет 20-и посылает всем римлянам, достойным своих предков, третье сообщение. Совет 20-и считает, что его письма получили достаточно широкое распространение. В сотнях тысяч людей пробудилась патриотическая ненависть к угнетателю и ненасытная жажда его смерти. А пока что надлежит подготовить народ к этому радостному событию, поэтому не теряйте ни единой возможности высмеять так называемые достижения тирана. Умоляйте его завоевание. Помните, что земли были отвоеваны полководцами, служившими под его началом, заслуги которых он отрицает. Его зовут непобедимым, но всем известны его дорого стоившие поражения, которые он скрывал от римского народа. Распространяйте рассказы о его трусости перед лицом врага. Вспомните гражданскую войну, вспомните Помпея, напоминайте народу о великолепии его зрелищ. Раздача земель. Распространяйтесь о том, как несправедливо поступили с крупными землевладельцами. Намекайте, что ветераны получили только каменистые или заболоченные земли. Совет 20 составил подробные планы сохранения общественного порядка и управления финансами. Все слабоумные дикты диктатора, законы против роскоши, реформа календаря, новые денежные знаки, система раздачи зерна, бессмысленная растрата общественных средств на обводнение земель и контроль заводными путями будут тут же отменены, благосостояние и достаток воцарятся вновь. Смерть Цезарю за нашу родину и наших богов. Молчание и решимость. Совет 20. Раздел 63. Кай Кассий из Палестрины своей тещи Сервилии в Рим 3 ноября. В этом письме между строк говорится о возможностях покушения на Цезаря и о способах вынудить Брута примкнуть к заговору. Общество желающих воздать почести нашему другу растет с каждым днем. Имен многих мы даже не знаем. Наши попытки выяснить имена тех, кто воздал ему почести в прошлом месяце, те, кто напал на Цезаре 27 сентября, оказались тщетными. Подобрать подходящий случай нелегко, ведь почести должны быть неожиданными для чествуемого и в то же время произвести сильное и по мере возможности приятное впечатление на окружающих. Был план осуществить это в конце приема устроенного царицей Египта, однако наш почтенный гость таинственно исчез с празднества, есть предположение, что его предупредили о готовящихся овациях. Я все больше склоняюсь к тому, что это радостное событие следует отложить, пока хотя бы еще один из ближайших соратников нашего друга тоже не пожелает воздать ему эти почести. Мы глубоко благодарны вам за ваше старание добиться этого. Тот, кого я имею в виду, избегает моего общества и даже прислал извинения, что не сможет принять меня у себя. Вы убедили нас, досточтимая госпожа, в необходимости спешить. Мы также опасаемся, что другие могут нас опередить в этом похвальном начинании, и это приведет к самым пагубным результатам. Надеюсь посетить вас, когда в следующий раз приеду в город. Желаю многих лет жизни и здравия диктатору. Раздел 64 Порция Жена Марка Юния Брута своей тетки и свекрови Сервилии 26 ноября При всем моем уважении к вам я вынуждена настойчиво вас просить больше не бывать в нашем доме. Мой муж не утаил от меня с какой неохотой он вас принимает и какое облегчение испытывает при вашем отъезде. Вы должны были заметить, что он никогда не посещает вашего дома, из чего можно заключить, что вас он принимает у себя только из сыновнего долга. Его разраженное состояние и беспокойный сон после вашего ухода вынуждают меня писать это письмо. Мне бы следовало сделать это раньше, ибо я считаю неприличным, чтобы меня его жену высылали из комнаты всякий раз, когда вы беседуете. Вы знаете меня уже много лет, вы знаете, что я несварлива и прежде не раз выражала вам свою признательность, но ведь и мои близкие были вынуждены прибегнуть к такой же мере, отчего мне правда не легче. То есть ее заловки жены Кассии и Лентулла по-видимому тоже закрыли перед своей матерью двери. Муж не знает о том, что я вам пишу, однако я не возражаю, чтобы он об этом узнал, если вы найдете нужным ему сообщить. Благодарю за сочувствие по поводу моей тяжкой утраты, выкидыша. Меня бы больше тронули ваши заверения в любви, если бы вы считали меня членом семьи, которой вправе участвовать в ваших жарких спорах с моим мужем. Раздел 64-й А. Надпись. Ниже следующие слова были начертаны на золотой табличке, вделанной наряду с другими памятными таблицами, в стену за домашними алтарями рода порциев июниев, где они и оставались вплоть до разрушения Рима. Порция, дочь Марка Порция Катона Утического, будучи замужем за Марком Юнием Брутом, тирана убийцей, знала, что муж скрывает от нее свои замыслы освобождения римского народа. Как-то ночью она глубоко вонзила кинжал себе в бедро. Долгие часы она не издавала ни стона, несмотря на терзавшую ее боль. Утром, показав рану мужу, она сказала, «Если я могла молчать при этом, неужели ты не веришь, что я умолчу о том, чем захочет поделиться со мной мой повелитель?» Тогда муж со слезами обнял ее и рассказал все, что таил в своем сердце. Раздел 65 Госпожа Юлия Марция из Дома Диктатора в Риме Луцию Мамилю Турину на остров Капри 20 декабря «Мы пережили такое тяжелое время, дорогой мальчик. Ты меня прости, но я не буду во все это вдаваться. Ужасное происшествие осквернение тайн с доброй богиней нас всех просто убило. Мы стараемся как можно реже выходить из дому и словно призраки бродим, вглядываясь друг в друга. Мы все ждем какой-то кары. Я чуть было не сказала мы жаждем этой кары, хотя в сущности мы уже наказаны. Даже празднества в честь Сатурна, сам понимаешь, прошли в Риме невесело. Сатурналей начались 17 декабря, а мой управляющий пишет, что и наши горные деревушки окутаны мраком. Я особенно огорчаюсь за детей и рабов, для них это время года всегда было самым счастливым. Последние новости тревожат меня не меньше, чем сам скандал. Подлую пару оправдали, судьи несомненно подкуплены, Клодий заплатил им громадные деньги, что тут скажешь. Нам приходится жить в городе, где деньги сильнее общественного мнения. Мне рассказывали, что возле домов судей целый день толпится народ и плюет на стены и двери. Утром я перемолвилась несколькими словами с Цицероном, он вне себя от отчаяния. Речь его на процессе была лучше всех, какие он произносил. Я ему это сказала, но он только замахал руками, и по щекам его покатились слезы. Отказ племянника выступить обвинителем мне понятен, хотя я глубоко об этом сожалею. Если у него не хватило духа сделать это как ее мужу, он был обязан выступить как верховный понтифик. Тут есть одна подробность, которую я должна тебе сообщить, но под большим секретом. Племянник знал заранее, что этот ужасный человек явится на таинство. Он мог приказать схватить его у входа, но пожелал, чтобы все дело само вышло наружу, как оно и произошло. Да чего мне жаль, что тебя здесь нет, дорогой Луций. Он сам не свой. Он меня попросил, чтобы я побыла с ним какое-то время. По моему настоянию мы остались жить в общественном здании. Верховный Понтифик обычно жил в общественном здании на священной дороге, которая предоставлялась ему государством. Цезарь, в связи с тем, что в скандале была замешана его жена, предпочел бы переселиться в свой дом на Палатинском холме. Он еще больше погрузился в работу. Теперь мы уже почти наверняка вступим в войну с Парфянами. Ковинфский перешеек будет перерезан каналом, Марсово поле перенесено в другой район, к подножию Ватиканского холма, а на месте теперешнего поля будет большой жилой массив. Откроют библиотеки для народа целых шесть в разных концах города. библиотеки темы наших застольных бесед, но мысли его заняты другим. Ах, если бы с ним был друг, перед которым он мог бы излить душу. Он больше не приглашает своих всегдашних сотрапезников. Время от времени у нас бывает децимбрут и другой брут, но вечера проходят невесело. Наш друг умеет проявлять дружбу только к тем, кто сам относится к нему с приязнью. Как говаривал мой муж о таких людях, смельчак в любви всегда робок в дружбе. Хочу поделиться с тобой еще одним секретом. Первое предостережение о наглом святотатстве, замышляемом Клодием, пришло к нам, как бы ты думал, от кого? От египетской царицы. В городе упорно говорят, будто на ней женится. Тогда было бы понятно, что ее побудило разоблачить чудовищный заговор. Однако могу тебя заверить, что в подобных слухах нет ни капли правды. Что-то между ней и нашим другом произошло, не знаю, что именно. Думаю, что это играет большую роль в его угнетенном состоянии. Я замечаю, что и она страдает. Люди считают, что мы, пожилые женщины, тонко разбираемся в любовных интригах, а вот я нет. Могу сказать одно, какая-то дурацкая помеха испортила в высшей степени приятное отношение. Бросилось мне в глаза и то, что мой внучатый племянник, Марк Антоний, совершил поездку на восточное побережье. Глупо, что Цезарь живет один. Мы с ним об этом говорили. Пора смазливых девушек миновала. Кто бы мог стать ему более подходящей женой, чем наша милая Кальпурния, которую все мы так давно знаем? Она вела себя сдержанно и с достоинством при многих весьма сложных обстоятельствах. По-моему, ты скоро услышишь, что она переехала в этот дом после весьма скромной церемонии бракосочетания. Лают собаки, он вернулся. Я слышу, он здоровается с домашними. Только тот, кто сильно его любит, почувствует, как притворен его веселый тон. Я не перестаю себе удивляться. За свою долгую жизнь я многих любила и потеряла, но никогда еще я не чувствовала себя такой бессильной помочь чужому горю. Я даже не знаю его причин, вернее, главную из многих возможных. На следующий день пишу в торопях, дорогой Луций, с кем же мне поделиться, как не с тобой? Странные творятся дела. Даже он не смог удержаться и рассказал мне, сделанной небрежностью, о множестве заговоров, которые то и дело открывают, о попытках произвести государственный переворот и убить его. Он свертывал и развертывал какие-то бумаги. В прошлом году это был Марк Антоний, сказал он, а теперь, кажется, об этом подумывает июний брут. Я с ужасом отшатнулась, он наклонился ко мне и сказал со странной улыбкой, никак не дождется, чтобы упокоились эти старые кости. «Как мне жаль, что тебя здесь нет, дорогой Луций». Раздел 66 Клеопатра госпожи Юлии Марции на ее ферму в Альбанских холмах 13 января «Меня очень обрадовало, что вы совсем оправились от вашего недомогания. Надеюсь, мои ежедневные посланцы не слишком обременяли тех, кто за вами ухаживал. Я ожидала вашего выздоровления для того, чтобы задать вам неотложный вопрос. Я со всех сторон окружена врагами, однако мне все же повезло, вы не только единственный человек, к кому я могу обратиться, но и лучше, чем нибол, можете дать мне совет. Милостивые государыни, я приехала в Рим в интересах той великой страны, которой я правлю. Я приехала как чужестранка, не знающая обычаев римлян и рискующая совершить ошибки, пагубные для моих целей. Желая от этого уберечься, я учредила сеть наблюдателей, которые осведомляют меня о том, что происходит в столице. Я никогда не пользовалась полученными сведениями во вред законнейшим интересам римских граждан. В ряде случаев я имела возможность оказать услуги общественному порядку. Благодаря упорству и счастливому случаю я имею возможность пристально следить за кознями лиц, замышляющих совершить переворот и убить диктатора. Это не первые заговорщики, на которых обращали мое внимание, но наиболее решительные. Вряд ли стоит перечислять в этом письме их имена. Милостивая государня, самой мне трудно в настоящее время оповестить диктатором. Во-первых, ему может быть неприятно, что женщина и к тому же иностранка во второй раз сообщает ему о вещах, столь близко его касающихся. Во-вторых, обидное недоразумение лишило меня его доверия. Утешает меня лишь то, что он знает, как тверда и непоколебима я в своем желании видеть его на том высоком посту, который он занимает в Римской Республике. Группа заговорщиков, о которых я вам пишу, замышляла убить диктатора в полночь 6 января, когда он возвращался с выборов членов городской управы. Они собирались устроить ему засаду у моста через речушку возле храма Тибетты и под этим мостом. В тот раз я разослала анонимные письма четырем из заговорщиков и сообщила им, что Цезарь знает об их намерениях. Теперь они собираются напасть на него, когда он 23 января будет возвращаться с игр. Вы понимаете, что было бы неосторожно снова писать заговорщикам, к тому же я обещала моему осведомителю, который входит в их число, что я этого не сделаю. Я настоятельно прошу, высокочтимая госпожа, поскорее дать мне совет, что делать. Проще всего, как я полагаю, было бы сообщить эти сведения начальнику тайной полиции диктатора. Однако этого я сделать не могу. Я слишком хорошо знаю, как беспомощна эта организация. Она представляет диктатору доклады, где неверные данные прикрывают халатность, а личные пристрастия выдаются за факты, где утаиваются важные сведения и раздувается всякая ерунда. Прошу вашего совета. Раздел 66-й А. Госпожа Юлия Марция к Леопатрии с тем же посланным. Благодарю вас, Великая Царица, за ваши письма, а также за многочисленные знаки внимания во время моей болезни. По поводу последнего письма. Мой племянник осведомлен в общих чертах о тех лицах, о которых вы пишете. Речь идет об одной и той же организации, имена ее участников ему известны. Я сужу об этом, потому что он говорил со мной о засаде у моста. Я не сомневаюсь, однако, что вы располагаете более подробными сведениями, а это чрезвычайно важно. Меня глубоко тревожит великая царица, что мой племянник не подавляет подобных заговоров с той энергией и бдительностью, какие он проявляет, когда опасность грозит государству. Я позабочусь о том, чтобы он узнал о покушении, назначенном на 23 число, и, выбрав подходящую минуту, сообщу ему, что этим предостережением мы обязаны вам. Время, в которое мы живем, повергает нас в такую растерянность и горе, что счастливые часы, проведенные с вами, кажутся мне канувшими в далекое прошлое, да вернут поскорее бессмертные боги Риму хоть немного покоя и да отвратят от нас свой праведный гнев. Раздел 67 Дневник Цезаря Письмо Луцию Мамилю Турину на остров Капри Записи, видимо, сделаны в январе и феврале 1017 Соображение за и против постройки канала через Каринфский Перешеек 1018 О растущем спросе на римские предметы роскоши в Галлии 1019 Просьба прислать книги для новых публичных библиотек 1020 Ты как-то раз со смехом спросил меня, снилось ли мне когда-нибудь ничто? Я ответил, что да, но мне оно снилось и потом Быть может это вызвано неловким положением тела спящего несварением желудка или другим внутренним расстройством Однако ужас, который ты испытываешь при этом невыразим Когда-то я думал что ничто видишь в образе смерти со скаленным черепом но это не так В этот миг ты словно предвидишь конец всего сущего Ничто представляется не в виде пустоты или покоя Это открывшийся нам лик вселенского зла В нем и смех и угроза Оно превращает в посмешище наши утехи и в прах наше стремление Этот сон прямо противоположен тому другому видению которое посещает меня во время припадков моей болезни Тогда мне кажется я постигаю прекрасную гармонию мира Меня наполняет невыразимое счастье и уверенность в своих силах Мне хочется крикнуть всем живым и всем мертвым что нет такого места в мире где не царит блаженство Запись продолжается по-гречески Оба эти состояния порождены телесными парами но рассудок говорит и в том и в другом случае отныне я знаю От них нельзя отмахнуться как от миража Обоим наша память подыскивает множество светлых и горестных подтверждений Мы не можем отрицать реальность одного не отрицая реальности другого Да я и не стану пытаться как деревенский миротворец улаживающий ссору двух противников приписывать каждому свою убогую долю проводы В эти последние недели я однако не во снах а наяву видел тщету и крушение всего во что верил или даже хуже мои мертвецы с издевкой взывают ко мне из-под погребальных одежд а еще нерожденные поколения молят чтобы я избавил их от шутовского хоровода земной жизни но даже в своей безмерной горечи я не могу отвергнуть воспоминаний о былом блаженстве жизнь 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 наша обладает тем таинственным свойством что мы не смеем сказать о ней своего последнего слова не смеем сказать хороша она или дурна бессмысленно или упорядочена свыше но мы все это о ней говорим тем самым доказывая что все это живет в нас самих та жизнь по которой мы идем бесцветно не шлет нам знамений как ты когда-то сказал вселенная и не подозревает что мы существуем поэтому дай-ка я откажусь от детской мысли что одна из моих обязанностей разгадать наконец в чем сущность жизни дай-ка я поборю всякое поползновение говорить о ней что она жестока или добра ибо одинаково низко попав в беду обвинять жизнь в мерзости и будучи счастливым объявлять ее прекрасной пусть меня не дурачит благополучие и неудачи дай мне радоваться всему что со мной было и что напоминает о тех бесчетных проклятиях и криках восторга которые исторгали люди во все времена от кого же как не от себя мог я этому научиться кто с таким постоянством решается сопоставлять крайности кто кроме софокла считавшегося на протяжении девяносто лет своей жизни счастливейшим человеком в Греции хотя ни одна темная сторона жизни не была от него скрыта жизнь не имеет другого смысла кроме того какой мы ей придаем она не поддерживает человека и не унижает его мы не можем избежать ни душевных мук ни радости но сами по себе эти состояния нам ничего не говорят и наш ад и наш рай дожидаются того чтобы мы вложили в них свой смысл так же как все живые твари смиренно ожидали чтобы Девкалеон и Пирра дали им имена эта мысль позволяет мне наконец собрать вокруг себя благословенные тени прошлого тех кого до сей поры я считал лишь жертвами жизненной неразберихи я смеливаюсь просить чтобы от моей доброй кальпурнии родилось дитя которое скажет в бессмыслицу я вложу смысл и в пустыне непознаваемого буду познан Рим служению которому я отдал жизнь только понятие лишь нагромождение построек более или менее монументальных скопище граждан более или менее работящих чем в других городах наводнение или безрассудство огонь или безумство в любое время может его разрушить я думал что связан с ним кровно и воспитанием но такая привязанность значит не больше чем борода которую я сбриваю по утрам меня призывали защищать его сенат и консулы но верцегетеринг также защищал галию нет Рим стал для меня городом только тогда когда я вознамерился как и многие до меня придать ему свой смысл и для меня Рим может существовать лишь постольку поскольку я вылепил его по своему замыслу теперь я понимаю что многие годы хранил детскую веру будто люблю Рим и что мой долг любить Рим ибо я римлянин словно человек может любить нагромождение ко мне и толпу мужчин и женщин и еще быть достойным за это уважение мы не испытываем привязанности к чему бы то ни было пока не придали этому смысл и мы не уверены что это за смысл пока самоотверженно не потрудились над тем чтобы вложить его в объект нашей привязанности 1021 о восстановлении разрушенного Карфагена и постройке Мола в Тунисском заливе 1022 сегодня мне сказали что меня дожидается какая-то женщина она вошла ко мне в приемную закутанная вуалью и только когда я отпустил секретарей она открыла свое лицо и я увидел что это Клодия Пульхара она пришла предупредить меня о заговоре на мою жизнь и заверить что ни она ни ее брат в нем не участвуют потом она стала называть мне имена подстрекателей и дни на которые назначены покушения клянусь бессмертными богами эти заговорщики забыли что я любимец женщин дня не проходит чтобы эти прекрасные осведомительницы не оказывали мне помощи я чуть было не сказал своей гости что мне все это уже известно но прикусил язык я мысленно представил себе ее старухой у очага вспоминающей как она спасла страну от гибели она сообщила мне только одно новое обстоятельство эти люди задумали убить и Марка Антония если это правда они еще бездарнее чем я предполагал надо бы напугать этих тиран на убийц но я медлю никак не могу решить что с ними делать до сих пор я всегда дожидался чтобы смута дозрела народ учит само деяние а не та кара которую за него налагают не знаю что делать друзья наши выбрали неудачное время для покушения на мою жизнь город постепенно наполняется моими ветеранами снова набирались войска для войны с парфянами они ходят за мной по улицам выкрикивая приветствие сложив возле рта руки трубкой они радостно перечисляют название выигранных нами битв словно это были веселые состязания в беге а ведь я подвергал их всяческим опасностям и нещадно муштровал заговорщиков же я подавлял только добротой большинство из них я уже раз простил они приползли ко мне из-под складок тоги помпеи целовали мне руку в благодарность за дарованную жизнь но благодарность скисает в желудке мелкого человека ему не терпится ее выблевать клянусь адом не знаю что с ними делать да и мне в общем-то все равно они благоговейно взирают на гармодия и аристогетона классические тиран-убийцы древней греции но я зря отнимаю у тебя время раздел 68 надписи в общественных местах таблички были прикреплены к статуе юния брута старшего о будь ты с нами брут о будь ты жив брут а эти таблички нашли на курульном кресле брутом брут ты спишь ты не брут что дал ему хорошую взбучку и высмеял заговор указал ему что среди подстрекателей нет ни одного кто бы был неизвестен моей жене и ее друзьям что всякий заговор в котором ищут его участие неизбежно провалится ибо все знают что он не умеет держать язык за зубами что раз он пришел ко мне значит он не твердо верит в задачи восстания и поэтому не должен принимать в нем участие что ему нечего дать заговорщикам кроме своего богатства а заговор требующий денег заранее обречен на провал ибо на деньги никогда нельзя было купить соблюдение тайны отвагу или верность что если этот заговор удастся он в пять дней потеряет все свое состояние что цезарь почти несомненно знает все в мельчайших подробностях и в любую минуту может вытащить бунтари из их домов и запереть в пещеры под Авентинским холмом что великий человек которого они хотят убрать даже не удостоит их казни а сошлет на берега Черного моря где они будут бессонными ночами вспоминать полуденную толчую на Апиевой дороге запах жареных каштанов на ступенях Капитолия и взгляд человека которого они собирались убить когда он поднимался на трибуну и обращался с речью к хранителям Рима Город затаил дыхание 17 число февраля прошло спокойно Каждое общественное событие сейчас толкуется только с одной точки зрения народ снова пристально следит за ежедневными знамениями Цицерон вернулся в город видели как он грубо разговаривал с голенастым а мимо кузнеца прошел не поздоровавшись С тех пор как Цезарь снова женился царица Египта вдруг стала очень популярной в общественных местах ей вывешивают оды было сообщено о ее отъезде но к ее дому ходят депутации граждан и просят продлить свое пребывание Волна слухов стала спадать новый вожак и более жесткая дисциплина приток в город ветеранов Раздел 69 дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилю Турину на остров Капри 1023 клянусь бессмертными богами я злюсь и эта злость меня даже радует мне никогда не бросали обвинения в том что я враг свободы пока я командовал римскими армиями хотя клянусь геркулесом я так ограничивал свободу солдат что они не могли и на милю отойти от своих палаток они поднимались по утрам когда я им приказывал ложились спать по моей указке и никто не роптал слово свобода на языке у всех хотя в том смысле в каком его употребляют никогда никто не был свободен и никогда не будет в глазах моих врагов сам я вкушаю свободы украденные у других я тиран и они сравнивают меня с восточными самодержцами и сатрапами они не могут сказать что я кого-нибудь ограбил отнял деньги землю или работу я отнял у них свободу я не отнимал у них право голоса или мнение я не восточный человек поэтому я не скрывал от народа того что он должен знать и я ему не лгал римские остряки уверяют будто народ устал от сведений которыми я наводняю страну цицерон обзывает меня школьным учителем но и он не обвиняет меня в том что я неверно преподаю свой предмет римляне ни рабы ни вежества и не страдают от тирании обмана я отнял у них их свободу но свобода существует только как ответственность за то что делаешь и я не мог ее у них отнять потому что ею они не обладают я предлагал им все чтобы ее обрести но как выяснили еще мои предшественники они не знают что она такое меня радует что гальские гарнизоны вынесли нелегкое бремя свободы которые я на них возложил а вот в Риме царит растление римляне научились мастерски отыскивать любые лазейки чтобы уклоняться от ответственности и ничего не платить за политические свободы они стали паразитировать на свободе которой я так охотно пользуюсь свободе принимать решения и придерживаться их и которую я хотел бы разделить со всяким кто взвалит на себя ее бремя я приглядывался к моим приторам к Ассию и Бруту они выполняют свои обязанности с чиновным прилежанием они бурчат свобода свобода но ни разу не заглянули в завтрашний день они не подняли голоса в пользу процветания Рима наоборот они выдвинули кучу предложений которые могут только подкрепить их мелочное самолюбие и ослабить его величие Кассий желает чтобы я заткнул рот энтузиастам которые за дня в день публично поносит меня и наши дикты брут желает сохранить чистоту нашей римской крови ограничив права на гражданство клянусь погружением созвездия Диаскуров волны морские даже его африканский привратник лучше разбирается в этом вопросе ведь это же отказ от свободы потому что только делая прыжок в неизведанное мы ощущаем свою свободу а те кто отказывается от своей свободы неизменно пожирает зависть у них желтушный глаз который не успокоится пока не припишет низменных мотивов людям привыкшим самим создавать свою свободу а не брать ее из чужих рук но я напоминаю себе что разум свободен и гнев мой проходит разум легко утомляется и легко поддается страху но нет числа тем представлениям которые он порождает а мы неумело стремимся их осуществить я часто слышал как люди говорят будто есть предел дальше которого нельзя добежать или доплыть выше которого нельзя возвести башню или глубже вырыть яму однако я никогда не слышал о каком-нибудь пределе для мудрости путь открыт для поэтов лучших чем гомер и для правителей лучших чем цезарь нет мыслимых границ для преступления и для безумства это меня тоже радует и кажется мне необъяснимым чудом это же не дает мне сделать окончательные выводы относительно нашего человеческого существования там где есть непознаваемое есть надежда раздел 70 цезарь бруту памятная записка 7 марта рукой секретаря намечены следующие даты я уеду 17 на парфянскую войну вернусь в рим если понадобится на 3 дня 22 чтобы выступить в сенате об избирательной реформе размещение по квартирам цифры число рекрутов и ветеранов вступающих в армию превысили мои ожидания 8 храмов передных квартирмейстерам в дополнение к имеющимся казармам будет недостаточно завтра мы переезжаем из общественного здания на палатин в общественном здании можно разместить не менее 200 человек цезарь продолжает письмо своей рукой кальпурния и я надеемся что вы с порцией придете 15 числа к нам на обед по случаю моего отъезда мы приглашаем также цицерона обоих марков антония и липида кассия децима трибония с женами у кого они есть царица египта присоединится к нам после обеда твое общество и общество порции так мне приятны что я предпочел бы провести это время только с вами двоими но поскольку там будут и другие я памятуя о нашей долговечной дружбе и о том что ты неизменно предлагаешь мне свои услуги разрешаю себе воспользоваться случаем и дать себе одно поручение мне будет тяжело расстаться с моей дорогой женой тяжело будет и ей на короткое время я встречусь с ней осенью в Далмации или негласно на Капре пока же меня бы очень утешило если бы вы с порцией взяли ее под свою опеку с порцией ее связывает близкая дружба с детства к тебе она питает заслуженное уважение зная твой характер и верность мне нет другого дома где она могла бы часто бывать с большей для себя пользой и куда я стал бы чаще обращать свои мысли раздел 70а брут цезарю 8 марта черновик неоконченного письма которое так и не было отосланным я учел пожелания о которых вы мне сообщили к сожалению вынужден сказать что не смогу быть вашим гостем 15 я все больше стараюсь посвящать занятиям немногие часы на исходе дня которые у меня остаются свободными во время вашего отсутствия я конечно сделаю все возможное чтобы быть полезным кальпурнии пизон однако было бы хорошо если бы вы поручили заботу о ней не мне а другим более светским людям меньше занятым общественными делами в вашем письме великий цезарь вы пишете о моей верности вам я этому рад потому что теперь мне ясно что вы понимаете верность так же как я вы ведь не забыли что я поднял против вас оружие получил ваше прощение и часто выражал мнение противоположное вашим отсюда я могу заключить что вы признаете верными тех кто прежде всего верен себе и понимаете что та и другая верность порой могут столкнуться друг с другом в вашем письме великий цезарь вы пишете о моей верности вам ваши слова с огорчением должен сообщить вам что болезнь моей жены помешает нам перед вашим отъездом как-то выразить благодарность которую я к вам питаю долг мой вам не оплатен с раннего детства я получал я учел ваше распоряжение неблагодарность самая низкая из всех помыслов идея следующие фразы написаны на архаической латыни по-видимому текст присяги даваемой в суде о Юпитер невидимый и всевидящий ты кто читаешь в людских сердцах будь свидетелем что слова мои правда и если я погрешу против истины пусть три ярда шерсти средней плотности отделанной по коринфскому обычаю один стиль тонко отточенный три широких фитиля для светильника жена моя и я конечно с удовольствием что такой могучий дуб не забывая на ком в последний раз остановился взор этих могучих глаз не без удивления и незабываемый вовеки раздел 70 б брут цезарю отправленное письмо я учел пожелания о которых вы мне сообщили порция и я с удовольствием посетим вас пятнадцатого будьте уверены великий цезарь мы как из-за нее так и из-за вас сердечно любим кальпурнию и будем счастливы если она сочтет наш дом родным раздел 71 дневник цезаря письмо луцию маммилю и турину на остров каприм 1023 я был не родив своей переписки с тобой дни были заняты подготовкой к отъезду мне мне не терпится скорее уехать мое отсутствие будет ценным подарком риму который измучен как и я беспрерывными слухами о мятеже но разве не ирония судьбы что в мое отсутствие эти люди не смогут свергнуть правительство и что когда я переплыву Каспийское море им хочешь не хочешь придется вернуться к повседневным делам в их числе оказывается около пятидесяти сенаторов причем многие из них занимают самые высокие должности я отнесся к этому факту с должным вниманием но остался непоколебим афиняне вынесли порицание Периклу аристида и Фемистокла они отправили в изгнание а пока что я соблюдаю разумные предосторожности и продолжаю делать свое дело мой сын то есть его племянник Активиан официально усыновленный в завещании написанном в сентябре но еще не обнародованном вскоре после моего отъезда возвращается в Рим это превосходный молодой человек меня особенно радует что он написал мне о своем большом расположении к Кальпурнии я ей сказал что он будет заботиться о ней как старший брат нет скорее даже дядя Активиан прожил молодость за один год и теперь уже больше похож на человека пожилого письма его не менее нравоучительны чем переписка Телемаха образцовый письмовник изучавшийся в школах Великая царица Египта возвращается на родину узнав о нас больше чем многие люди прожившие здесь всю жизнь на что она употребит эти знания на что она нацелит свою поразительную натуру трудно предсказать между людьми и животными лежит пропасть но я всегда полагал что она не так велика как принято думать Клеопатра обладает наиболее редкостными достоинствами животного и наиболее редкостными достоинствами человека но свойства отличающие нас от самого быстрого коня самого гордого льва и самой хитрой змеи ей не знакома она не знает что делать с тем что у нее есть она слишком умна чтобы тешиться тщеславием слишком сильна чтобы насытиться властью слишком значительно чтобы быть просто женой в одном только ее величие проявляет себя с полнейшей естественностью и тут я совершил по отношению к ней величайшую несправедливость я должен был позволить ей привезти сюда детей она еще сама до конца не сознает в себе того что во всех странах благоговейно почитается превыше всего она божественна как мать отсюда те ее поразительные черты которых я так долго не мог объяснить отсутствие всякой злобности и того суетливого беспокойства которое нас всегда утомляет в красивых женщинах будущей осенью я привезу к тебе мою бесценную кальпурнию раздел семьдесят второй кальпурния своей сестре Луции пятнадцатого марта с каждым днем я все больше дорожу временем остающимся до его отъезда мне стыдно что я до сих пор недостаточно ясно понимала сколько мужества требуется жене воинам вчера мы обедали с липидом и секстилией был там и цицерон все очень веселились вечером муж сказал что никогда не чувствовал такого расположения к цицерону и его к себе хотя весь обед они поддевали друг друга так колко что липид не знал куда девать глаза муж изобразил восстание Кателины так словно это был бунт мышей против сердитого кота по кличке цицерон он встал из-за стола и забегал по комнате обнюхивая все углы секстилия так хохотала что у нее заколола в боку что ни день я открываю в своем муже все новые черты мы ушли рано до темноты муж спросил не разрешу ли я ему показать мне его любимые места я как ты понимаешь не очень хотела бродить с ним по темным улицам но уже научилась его не остерегать я вижу что он прекрасно знает о грозящей опасности и сознательно предпочитает рисковать он шел рядом с моими носилками в сопровождении нескольких стражников я обратила его внимание на громадного эфиопа который казалось нас преследует муж объяснил что когда-то пообещал царице Египта терпеть присутствие этого провожатого с тех пор он то таинственно появляется то исчезает а иной раз целую ночь простаивает под нашим домом и по три дня к ряду следует повсюду за ним вид у него правда устрашающий но муж кажется очень к нему привязан и то и дело с ним заговаривает поднялся резкий ветер обещая близкую бурю мы спустились с холма на форум останавливаясь то там то тут а он вспоминал разные исторические события и эпизоды из своей жизни как он дотрагивается до того что любит и как заглядывает мне в глаза проверяя делю ли я с ним его воспоминания мы заходили в узкие темные улочки и он погладил стену дома где в молодости прожил десять лет потом мы постояли у подножия капитолия даже когда разразилась буря и прохожие понеслись мимо нас как сорванные листья он и тогда не захотел ускорить шаг он заставил меня напиться из источника реи считали что это помогает деторождению отчего же я счастливейшая из женщин полна таких зловещих предчувствий наша прогулка была неразумной оба мы провели беспокойную ночь мне снилось что фронтон дома сорвало бури и швырнуло на мостовую я проснулась и услышала как он стонет рядом со мной потом и он проснулся обхватил меня руками и я почувствовала как сильно бьется его сердце о бессмертные боги храните нас сегодня утром ему не здоровится он уже совсем отделся и собрался в сенат как вдруг передумал он на минутку подошел к своему столу и вдруг там заснул чего по уверению секретарей никогда не бывало теперь он проснулся и все же ушел мне надо торопиться вечером у нас гости а еще не все готово мне стыдно за это письмо полное женской слабости святоний жизни описания двенадцати цезарей книга первая видимо написано лет семьдесят пять спустя он сел и заговорщики окружили его словно для приветствия тотчас тилий цимбр взявший на себя первую роль подошел к нему ближе как будто с просьбой и когда тот отказываясь делал ему знак подождать схватил его за тогу выше локтей цезарь кричит это уже насилие и тут один каска размахнувшись сзади наносит ему рану ниже горла цезарь хватает каску за руку прокалывает ее грифелем пытается вскочить но второй удар его останавливает когда же он увидел что со всех сторон на него направлены обнаженные кинжалы он накинул на голову тогу и левой рукой распустил ее складки ниже колен чтобы пристойнее упасть укрытым до пят и так он был поражен двадцатью тремя ударами только при первом испустив не крик даже а стон хотя некоторые передают что бросившемуся на него Марку Бруту он сказал и ты дитя мое все разбежались бездыханный он остался лежать пока трое рабов взвалив его на носилки со свисающей рукою не отнесли его домой и среди стольких ран только одна по мнению врача антистия оказалась смертельной вторая нанесенная в грудь Гай Светоний Транквилл жизнеописание двенадцати цезарей перевод Гаспарова Москва наука 1964 год страница 32 Конец книги Октябрь 1982 года Звукорежиссер Игорь Апарин Читала Валерия Лебедева Продолжение следует... Продолжение следует...